И довольно успешно. И вот сегодня будет первый доклад об очень интересной системе СС-433. Это был какой год? Я был, по-моему, аспирантом. Когда она была открыта? В 79-м году? А, нет, уже был. Да, в 79-м. Я уже был кандидатом наук, я был научным сотрудником ГАИШ. Плюс Маргон открыл вот очень такую интересную систему СС-433. И вот и сегодня Анатолий Михайлович Рябаччук вместе со своими соавторами Пасновым, Молковым, Антохином и Беринским расскажут о результатах последних наблюдений. С последних наблюдений в жёстком рентгене это по-прежнему... Интеграл. Интеграл. Слушайте внимательно. Здравствуйте, дорогие коллеги. Сейчас я должен рассказать на нашем семинаре об этой работе. Эта работа будет опубликована в специальном выпуске журнала New Astronomy Review, который посвящён... Этот выпуск посвящён 15-летию наблюдений с борта спутника Интеграл. Это международная гамма-обсерватория. Было решено издать специальный номер этого журнала. Кстати, импакт-фактор у него 7,5, больше, чем астрофического журнала. Это Review. Не просто New Astronomy, а New Astronomy Review. А сколько он уже издаётся? Ну, я думаю, лет 5. Это новая вещь. Но он уже завоевал... Имея очень большое. Вот. И, значит, 10 работ было решено выделить. За эти вот... Из нескольких сотен работ по Интегралу, за эти вот 15 лет, 10 работ было выделено, и вот в том числе наша туда вошла. И, значит, вот был предложен написать статьи вот в этот специализированный сборник. Вот это вот результаты нашей работы по этой тематике. Значит, речь идёт о системе. Объект СС-433. Это вообще уникальная система. Это массивная затменная рентгеновская двойная система, которая состоит из оптической звезды, заполняющей или даже переполняющей свою критическую полосу руши. Скорее всего, чёрные дыры, хотя до сих пор, вот, всё-таки, вероятность там 99%, что там чёрные дыры, а 1% остаётся, что нейтронная звезда. И, значит, аккреционного диска, оптически яркого, находящегося в сверхкритическом режиме аккреции, по теории Шакура-Синяева, он оптически яркий. И всё энерговыделение, которое в обычных дисках до критических выходит в рентгеновском диапазоне, то здесь у нас имеется мощный ветер от диска, темп аккреции больше критического, и поэтому рентгеновское излучение перерабатывается в мощном, так сказать, в оптически толстом аккреционном диске. От диска есть классический ветер со скоростями в 2000 км в секунду радиальный. Плюс удивительное явление, из центра диска два джета, калинирных, угол раскрытия 1,2 градуса. Плоскость диска не лежит в плоскости орбиты, наклонена на угол 20 градусов. И джета претесирует с периодом 160. Здесь написано 164 дня, но более точные оценки показывают, что это примерно 162,5 дня. Вот претески вот этих аккреционных дисков. Во внешних частях джета формируется эмиссионная линия, в частности линии водорода и нейтрального гелия. И за счёт продольного эффекта Доплера разные проекции, эти линии перемещаются по спектру СС-433 на плюс-минус 700 ангштрейн. Это было в 1979 году. Молодой учёный тогда Брюс Моргон со своими наблюдателями, тоже молодая группа, они открыли вот эти удивительные перемещения линий по спектру СС-433. Звёздочка 14-й звёздной величины, сильно покраснённая межзвёздная. И первое это было, конечно, в первых пресс-релизах, это не попало в публикацию, но в пресс-релизах были предположения о том, что это возможно сигналить внеземная цивилизация лучом перестраиваемого лазера. Потому что такое явление было отнаблюдено впервые, когда регулярно, с периодом 162,5 дня, линии ходят на плюс-минус 700 ангштрейн. И это было удивительное явление. Но потом выяснилось, мне удалось через год после этого открытия обнаружить оптические затмения, показать, что это нормальная затменная двойная система, никакая внеземная цивилизация. В 1981 году у меня в Мак-Леноте с астрономикой социальной цивилизации вышла статья на эту тему. Ну и с тех пор модель двойной системы со сверхкритическим эквилизационным диском, прецессирующим, она работает. Ну, сразу забегая вперед, скажу, что вот эта прецессия, скорее всего, вызвана тем, что после взрыва сверхновой, который образовал черную дыру, была асимметрия взрыва сверхновой, плоскость орбиты при взрыве повернулась на некоторый угол относительно оси вращения оптической звезды. И дальше у нас вовсе вращение оптической звезды не перпендикулярно плоскости орбиты, поэтому из-за действия приливов со стороны черной дыры эта оптическая звезда прецессирует, и условия перетекания вещества через внутреннюю точку Лагранжа меняются, что приводит к лежащему не в плоскости орбиты, к лежащему не в плоскости орбиты, а креционному диску. Так называемый Slavit Accretion Disc, то есть плавающий аккреционный диск, который отслеживает прецессию оси вращения оптической звезды. А эта прецессия связана с наклоном оси вращения, которая вызвана несимметричным взрывом сверхновым. Ну и вот как следствие, у нас скорость вещества в жерналистических джетах 80 тысяч километров в секунду. Удивительно постоянно держится она, поэтому говорят о специальных механизмах ускорения, так называемый Line Looking Effect. Я, если будут вопросы, могу ответить, что это такое. Ну и имеются три типа регулярной периодичности в оптической и рентгеновских диапазонах. Прежде всего, прецессионная, период 162,3 дня, по новейшим данным. Это период прецессии оси вращения оптической звезды, которая передается на прецессию аккреционного диска. Орбитальная переменность. Это нам сильно повезло, то есть 13 дней, орбитальный период, оптическая звезда затмевает яркий аккреционный диск, светимость которого в несколько раз выше светимости оптической звезды. Поэтому линии оптической звезды в спектре системы очень трудно обнаружить. Вроде бы их обнаружили, но есть подозрение, что в основном эти линии связаны с поглощением в околозвездной оболочке из-за переполнения полувсирожа оптической звездой, из-за сильного стечения ветра из аккреционного диска сверхкритического. Здесь очень много вещества. Крутится околозвездная оболочка, доклер-эффект в общей оболочке, сильно искажает положение абсорбционных линий спектрой оптической звезды. И даже сам факт существования этих абсорбционных линий скорее всего связан с тем, что это не линии звезды, а линии вот этой оболочки. Звезда вносит менее 20% в общую светимость системы, 80% и более 80% вносит вот этот сверхкритический аккреционный диск. Очень трудная задача определить орбитальную скорость оптической звезды. В то же время орбитальная скорость диска сверхкритического, она более-менее нормально определяется по эмиссионной линии гелий-2-46-86, которая формируется вот вблизи центра аккреционного диска, вот в ветре, но достаточно близко к аккреционному диску. И поэтому функции массы релитийского объекта известны, но, к сожалению, двойные системы так хитро устроены, что если мы знаем функции масс, то есть движение вот этого объекта, то основная информация в этой функции массы содержится о массе второго компаньона. Для того, чтобы надежно массу этого объекта найти, надо померить движение линий спектр этой звезды и, так сказать, измерить функцию масс этой звезды. Но, к сожалению, она находится очень ненадежно из-за селективного поглощения света звезды в общей оболочке, вот в этой, и не в общей, а просто в околозвездной оболочке, из-за того, что звезда слабая, она в сравнении с этой аккреционным диском составляет буквально там 10-20% посвященности. Ну и, наконец, еще это тоже очень красивый эффект, это нутация аккреционного диска, потому что дважды за орбитальный период у нас, так сказать, действует пара сил на наклоненный аккреционный диск со стороны второй звезды, то вот так, когда звезда проходит в это положение, то пара сил имеет другое направление, и это приходит к покачиваниям диска на угол примерно 3 градуса, угол прицессии 20 градусов, а угол покачивания примерно 3 градуса, причем это не точно полпериода, из-за того, что есть еще и прицессия, то нутационный период определяется через сумму двух частот, частота орбитального обращения и прицессионного обращения. Вот их сложение дает нам не 6,5 орбитальный нутационный период, а несколько короче, 6,29 дня. Объект расположен в центре остатка вспышки сверхновой, так называемого плериона, это молодой остаток вспышки сверхновой с возрастом чуть больше 10-4 лет, то есть взрыв сверхновой был сравнительно недавно. Это знаменитая туманность W50 с очень вытянутыми такими областями, которые выдуваются вот этими релятивистскими джетами. И расстояние до СССР составляет около 5 килопарсет, оно находится по радиоастрономии путем изучения движения отдельных блобов. Мы знаем скорость вещества, абсолютно 80 тысяч километров в секунду, которая, кстати, определяется по поперечному эффекту Доплера, я о нем сейчас скажу, и знаем, так сказать, угловую скорость перемещений по радиоданным, вот эти неоднородные сирджеты. Отсюда находится расстояние кинематическим образом с точностью примерно до 0,3 килопарсека. Вот. Ну, вот как иллюстрация, значит, поскольку студенты сидят, им будет это интересно, мы, так сказать, большинство уже научных сотрудников прекрасно знают этот объект, он был открыт в 79-м году, в 1779 году, поэтому много времени прошло, о нем уже много наработано. Но, вот, так сказать, для студентов, для молодежи, просто хочу еще показать, проиллюстрировать эту информацию такую интересную. Это вот оптический спектр СС-433. Значит, видна стационарная линия Ашальфа, которая не меняет своего положения, точнее, она меняет, но небольшую величину, примерно 100, около 100 километров в секунду, плюс-минус, плюс-минус 70 километров в секунду, это, значит, полуамплитуда орбитального движения, за счет доплевского смещения, за счет орбитального движения. А вот это вот спутники линии Ашальфа, плюс Ашальфа и минус Ашальфа, вот они, как раз эти спутники, перемещаются на плюс-минус 700 анкстрем, с периодом 162,3 дня. Причем, вот, заметьте, что в центре симметрии, у них расположены не стационарные линии, а вот немножко смещено в красную часть спектра. В шкале длин волн это примерно 200 анкстрем, а в шкале километров в секунду это примерно 11 тысяч километров в секунду. Это поперечный эффект Доплера, который связан с тем, что в системе отсчета связано с джетом, скорость вещества составляет 80 тысяч километров в секунду, то есть отношения В к С уже существенны. Если мы на корень квадратный, на единиц минус В квадратный, на С квадратный, там поделим соответствующую величину, мы получим как раз вот это 11 тысяч километров в секунду смещение, которое не зависит от ориентации джета, он, так сказать, поперечный эффект Доплера, как известно, он не зависит от направления. И он связан с замедлением хода времени в системе отсчета, связанной с движущимся веществом в релятивистских джетах. Вот по нему как раз, по этому смещению, находится модуль скорости истечения вещества в джетах. А поскольку мы имеем вот эти вот смещения, так сказать, плюс-минус 700 километров в секунду, то зная модуль скорости и зная амплитуду смещений, мы можем найти угол наклона орбиты. Вот так сразу наклонение орбиты системы находится по релятивистскому эффекту. Причем релятивистский эффект, поперечный эффект Доплера, обычно он очень маленький. В лаборатории его измеряют, там вот и так далее. Здесь же он просто кричит, он виден, понимаете? При точности, это вот спектральное разрешение здесь очень маленькое. Это спектр, снятый в 79-м году, не на ПЗС матрица, а фотографий с тем методом. И разрешение здесь порядка 2000 всего на всего. То есть это достаточно грубое спектральное разрешение. Линии, правда, широкие, поэтому даже этого разрешения достаточно. Линии составляют несколько тысяч, там, 2000 километров в секунду примерно. Вот. И даже при такой грубой спектроскопии, поперечный эффект Доплера шикарно виден там и так далее. Вот это очень красиво. Ну, а это вот, если мы эти вот смещения отложим, здесь отложим фазу председательного периода, а здесь Z, вот величину смещения, относительное смещение, лямбда минус лямбда нулевое делить на лямбда, вот, то получим вот две кривых лучевых скоростей. Одна кривая лучевых скоростей для одной эмиссии, другая для другой. Они где-то пересекаются, и вот эти точки пересечения лежат не на нуле, а лежат в более красной области. Это вот, так сказать, вот это красное смещение, это есть поперечный эффект Доплера. Ну, а вот наше наблюдение, последнее, недавно получено, вот ЕСИП, в частности, они просто иллюстрируют, как перемещаются линии по спектру. Это стациональная линия Ашальта. А это вот с интервалом в два дня повезло, погода была подряд. И вот за 14 дней наблюдения, просто видно, как один спутник этой линии, это красная, синяя, синяя миссия ее называют, она смещена в синюю, сейчас как-то вот она перемещается по спектру, а это красные миссии перемещаются по спектру. Ось симметрии, вот здесь вот как раз, это поперечный эффект Доплера, но видна еще и нутация. Вот видите, здесь у нас вот такая кривулька. Период 6,29 сотых дня, у нас 14 дней наблюдения, поэтому два периода просматриваются, нутационное смещение амплитуды, полная амплитуда здесь 700 ангстрюм, ну а эта амплитуда соответствует скоростям примерно 1500 км в секунду. Так что здесь это несколько десятков ангстрюм, но тем не менее это прекрасно видно. Вот это нутация кривционного диска. Ну а это значит кривая блеска. Я уже говорил, что мне удалось обнаружить затмение арктическое, и все встало на свои места, не какая-то нежземная цивилизация, в 81 году я это сделал. И потом уже много авторов, Гаранский очень много принимал участие в наблюдениях, есть фоспектральное наблюдение, потом наша группа в нашем отделе занималась фотометрией этого объекта. Это вот кривая блеска фильтри В, скомпонованная, значит берется один доля притченого периода, и внутри этой доли сворачивается с орбитальным периодом наблюдения. Поскольку орбитальный период и притченые не кратны друг к другу, то здесь есть некоторая погрешность. Они орбитально кривые, в разных притченых циклах, они слегка смещены, смещаются друг относительно друга, но это можно статистикой подогнить все, если много циклов осреднить. И получается вот такая притченая кривая. Это оригинальное наблюдение, видны вспышки, видны затмения. Вот здесь, в этой фазе, у нас нормальная звезда затмевает яркий аккреционный диск. А здесь аккреционный диск затмевается нормальной звездой, что доказывает, что светимость нормальной звезды не нулевая, она все-таки заметная. Но из-за различия глубин в мире, видите, здесь несколько раз, это можно сделать вывод, что всего там 10-15-20% светимости оптической звезды. Основной дает оптический яркий, сверхкортический аккреционный диск. Если мы вспышки уберем, то, ну там по критерию 3-сигни, то получается более регулярная кривая. А если еще отфильтруем, так сказать, дополнительно, то получается вот такая вот регулярная часть уже кривой блеска. Значит, здесь у нас в этот момент максимальное раздвижение подвижных эмиссий. Вот это мне удалось обнаружить в 1981 году. Отсюда делается вывод, что джеты перпендикулярны плоскости аккреционного диска. Когда диск максимально раскрыт, площадь его максимальна в проекции на картинную плоскость, светимость максимальна, и джеты максимально раздвинуты. То есть, это доказывает то, что джеты формируются в аккреционном диске и перпендикулярны плоскости аккреционного диска. Вот примерно в этой фазе мы имеем кроссовер, когда мы диск видим с ребра, а в этой фазе диск виден с тыльной стороны. И вот видно, как меняются затмения, амплитуды, глубина затмения. А вот это различие между этой кривой и этой кривой, это кривые симметрично, относительно в середине вот этого плоскости цикла, это связано с нутацией как раз. У нас еще диск нутирует. Поэтому вот такая сложная, нетривиальная шконометрическая переменность. И она, конечно, богатейшая информация о природе объекта. Вот мы с Аллой Антохиной в свое время моделировали в оптическом диапазоне эти кривые блеска с помощью модели с плюснутого сфероида такого предстоящего кредитационного диска. Делали оценку отношений масс к системе и так далее. Но вот, так сказать, у нас накоплено уже много данных за 40 лет. И мы показали недавно совместно, так сказать, Додин, Есипов, я, Белинский опубликовали в АЖ статью, где суммировали данные за 40 лет наши. Наблюдение, ну, совместно с данными Маргона, который вот в 79-80-х годах, примерно вот до этой эпохи. Это его наблюдение, группа итальянцев, Виттона и так далее. Ну, а дальше, вот уже мы включились, и на нашем телескопе ЗТФ в Крыму проводили мониторинг. Уже не так богато, не так часто, но все равно, так сказать, вот здесь годы стоят, вот это один год, это 79-й год, это 2018-й год уже. Вот. И видно, что на протяжении 40 лет все вот эти вот спектральные сдвиги, доплежские сдвиги линий, описываются единой функцией. Функции, так сказать, с одним претензионным периодом. То есть никакого векового изменения претензионного, инновационного, и орбитального периода нет. Хотя это очень удивительно, потому что из-за того, что диск сверх критический в системе, истечение из диска происходит с колоссальным темпом. 10-4 масса Солнца в год. Это экспериментально измеренная величина по-разному, по интенсивности линий и так далее. Но при этом орбитальный период, претензионный период, инновационный период держатся постоянно, это у нас на протяжении 40 лет. Вот, значит, это очень важный наблюдательный фактор. Сейчас у нас еще получены данные, вот, так сказать, за 2018, конец 2018-2019 года. И они тоже свидетельствуют о том, что период, никаких вековых изменений периода нет претензионного. И, так сказать, параметры вот этой кинематической модели, как мы ее называем, они держатся постоянными. Это очень интересно. Ну, значит, вот стабильность претензионного периода, как я уже говорил, свидетельствуют в пользу модели плавающего кретензионного диска, которая отслеживает претензионные оси вращения оптической звезды. Ну, действительно, оптическая звезда имеет массу больше 10 м от Солнца. Вот она претензионная, как волчок. И сбить этот волчок каким-то образом очень трудно. Он задает, это есть тот хлок, те часы, которые задают претензионного диска. Некоторые сбои в претензионном периоде наблюдаются, поскольку это уже вторичный процесс. На плюс-минус там один день претензионный период меняется, но в среднем, поскольку главный, так сказать, регулятор этой претензии, это восьм вращение оптической звезды, вот он стоит мёртвый на протяжении 40 лет. И второе, значит, стабильность орбитального периода свидетельствует о большом отношении масс-компонентов, что отношение масс, отношение массы релятивистского объекта МХ к массе оптической звезды больше, чем 0,6. Эта работа докладывалась вот нами на одном из семинаров. Константин Александрович Паснов это докладывал. Мы использовали как раз наблюдение с помощью VLTI gravity, это на 4-8-метровых телесопах, это сам VLTI обсерватория, интертеррометр, который с угловым разрешением лучше 1 тысячи секунды дуги позволяет наблюдать структуру окрестности СС-433. И удалось оценить момент вращения около звездной оболочки, этот момент, как раз тот момент, который уходит из двойной системы, и на основании этого из уравнения, соответствующего, оценить отношение масс. Если бы у нас отношение масс было маленьким, то у нас должен был наблюдаться изменение орбитального периода, укорочение. А так мы его не видим на протяжении 40 лет, и отсюда делается вывод, что отношение масс больше 0,6. Забегая вперед, скажу, что из анализа рентгеновских затмений в жёстком диапазоне. Главный вывод вот этой работы состоит в том, что мы показываем, что отношение масс больше 0,3. Это консервативная оценка отношения масс, что согласуется с большим значением отношения масс-дваной системы, и отсюда следует, что там находится, скорее всего, чёрная дыра. Ну вот, теперь переходим уже к рентгеновским наблюдениям. Мы начали наблюдать СС-433 в 2003 году. В 2002 году был запущен интеграл. В 2003 году у нас появились первые наши сет наблюдений. Когда мы заявляли эту программу, мы не надеялись найти жёсткий рентген. Интеграл обсерватория работает в диапазоне примерно от 20 до 80 кФ. Стандартный диапазон это 2-10 кФ. Это вот Ухуру, все другие, так сказать, классические спутники. А здесь это начиная примерно от 18-20 до 60-80 кФ. Жёсткий диапазон. И поскольку это сверхкритический аккредиционный диск с мощным ветром раздутый, он геометрически толстый, там за счёт давления радиации по z-координате раздут, мы думали, что найдём только верхний предел для жёсткого рентгеновского излучения. Мы не надеялись, мы заявили эту, заявку сделали, но не надеялись получить реальную оценку рентгеновского потока. Нет, оказалось, что рентгеновский поток вполне значимый, всего в 10 раз меньше, чем рентгеновский поток в мягком диапазоне, в стандартном, вот в диапазоне 20-20 кФ. Ну, сейчас уже вам уточнили, примерно 2 на 10-35 нерго в секунду. Вот это, так сказать, порядка 10% от основной рентгеновской светимости. Эта рентгеновская светимость идёт от джетов, от элитийских джетов. А вот эта рентгеновская светимость, забегая вперёд, забегая вперёд, скажу, что вот эта рентгеновская светимость идёт от короны, от горячей короны в основание джетов, не от самих джетов. Ну и поэтому в 10 раз меньше светимость, но всё равно громадная светимость. Мы думали, что мы ничего не зарегистрировали. Ну и дальше была, уже поскольку рентген был зарегистрирован, на эту тему была опубликована в 2003 году в Астрономе и Мингострофизике статья сразу. Вот. И мы уже, как равноправные пайщики, стали участвовать в наблюдениях на интеграле по СС-433. И вот на протяжении почти 10 лет мы его наблюдали. И сейчас вот эти результаты я доложу. Ну и прежде всего обнаружены сильные претеные перемены с амплитудой порядка семёрка. Я потом картинку соответствующую покажу. Самое удивительное, что ширина рентгеновского затмения в жёстком диапазоне больше, чем в стандартном диапазоне 2-10К. Вот на этой картинке показано, ну это сравнение птичьей кривой блески с серентгеновской, это неважно. А это вот кривая блеска с японского спутника Гинго, затмение аккреционного диска нормальной звездой. Это диапазон 4,6-27К. Ну, сравнительно мягкий диапазон. Уже в этом диапазоне числительность спутника Гинго очень маленькая. Там, грубо говоря, это в районе от 5 до 15К. А это вот наше затмение. Одно из первых затмений в диапазоне от 18 до 60К. Видите, ширина этого затмения существенно отличается от существенно больше, чем ширина затмения в мягком рентгенском диапазоне. Это ситуация прямо противоположная от классических рентгеновских двойных, где чем жёстче диапазон, тем уже затмение, потому что, согласно теории аккреции, у нас излучает внутренняя часть аккреционного диска. И самых внутренних там жёсткий диапазон, а в поле внешних мягкий диапазон, поэтому и ширина затмения в мягком диапазоне возрастает. Здесь же наоборот, здесь в мягком диапазоне ширина затмения меньше, чем в жёстком. Вот это первый был поразительный результат, который меня, честно говоря, когда я впервые это всё увидел, меня привело просто в состояние шока. Как же мы будем это интерпретировать всё? Тут целая загадка. Ну вот пришлось потом и сфитряться. Ну извините, я ещё не все особенности перечислил. И так, значит, ширина затмения в жёстком диапазоне больше, чем в стандартном диапазоне, в мягком. Значительная перемена ширины рентгеновского затмения в жёстком диапазоне. Скорее всего, там какие-то газовые потоки поглощают и так далее. Вот, нестатанарность. Глубина затмения в жёстком диапазоне растёт с энергией рентгеновских квантов. Ну это естественно. Это, как бы, можно ожидать. Потому что в мягком диапазоне затмеваются длинные джеты и их только частично затмевают как претисирующие тиски. А в жёстком диапазоне у нас компактная область основания джетов, поэтому глубина затмения гораздо больше. Вот. Ну и форма жёсткого спектра не меняется с изменением интенсивности. Интенсивность меняется в разы до 10 раз, а спектр имеет один и тот же наклон. Это свидетельство в пользу того, что у нас не в джетах излучения регистрируется. А в жёстком диапазоне излучает протяжённая квазиэзотермическая горячая корона. Значит, если мы затмем джетом, то по джету температура очень быстро спадает с увеличением расстояния. Потому что у джета угол раствора 1,2 градуса, газ радиобатически охлаждается и температуру убывает. Поэтому, когда затмевают центральные части, то при середине затмения мы видим более мягкий рентгеновский спектр. Здесь же, несмотря на то, что в 10 раз меняется поток, форма спектра не меняется. Это говорит о том, что есть протяжённая корона, которая затмевается, она квазиэзотермическая, затмевается звездой. И это главный аргумент в пользу нашей модели короны. Ну и вот этот самый избыток жёсткого рентгеновского излучения, что нас порадовало и сразу нам придало некоторые смелости, он был обнаружен на спутнике Сузаки японском. Он был подтверждён, что какое-то дополнительное излучение по сравнению с джетами, есть добавка жёсткая, она прям выделяется на спектр, которая связана, видимо, с основанием джетов корон, не с самими джетами, а вот именно с короной, с горячей. Так что это получило некоторое подтверждение, и таким образом у нас появилась больше уверенности. Ну вот здесь, так сказать, один из первых сетов наших наблюдений, а это модель, которую, конечно, умеет наша замечательная Элла Антохина, она колоссально владеет разными аппаратами методов синтеза различных кривых блесков разных моделей. Это очень сложная модель, но вот она её моделирует очень легко. И, значит, вот это момент максимального раскрытия аккреционного, ну, вблизи, фаза 0, это момент максимальный, здесь фаза 0,1, ну, немножечко. Значит, когда вот диск виден вот в этой фазе, вот он сейчас, вот он виден, максимально раскрытие диска. Видите, максимальная глубина затмения, соответственно, и максимальный блеск вне затмения, потому что видна вот эта самая яркая часть, здесь корона горячая, она, так сказать, вся видна. Потом по мере прицессии диска, вот здесь он диск уже немножко сбоку виден, а здесь он виден в момент кроссовера, когда диск виден просто с ребра. У нас наша корона почти вся затмевается, затмения нет. Это второй кроссовер, тоже затмение очень слабенькое. А это момент, когда у нас видна тыльная сторона диска, вот там. Вторичный максимум. Он здесь как-то еле-еле заметен, но немножко неточен на фазе 0,5, немножко смещен. Но, во всяком случае, вот первый сет наблюдения нас сразу обнадежил. У нас получаются достаточно уверенные кривые затмения. И мы взялись за интерпретацию вот самого глубокого затмения вот в рамках такой модели, прицессирующегося, сгнивающегося коронавирусного диска. И пытались определить параметры модели. Конечно, главная задача это оценка отношений масс, то есть оценка масс компактного объекта. Из-за того, что у нас светимость оптической звезды очень мала, кривало через скоростей оптической звезды очень ненадежно, и поэтому другие, более, так сказать, независимые методы определения отношений масс, то есть масса компактного объекта, они имеют очень большое значение. И вот все внимание мы дальше уделили вот этому. Но сначала о некоторых уже таких наблюдательных астрофизических результатах. Это вот средняя прецессионная кривая СС-433, вот эти синие кружочки, а это фаза прецессии 162 дня, это поток в миликрабах, вот, а эти вот заштрихованные это как раз области, где взято вот это излучение, и измерен спектр излучения вот в этой области, в этой области, в этой, видите, поток меняется, в несколько раз, а спектр, наклон спектра, я потом покажу, практически не меняется. Что говорит о том, что вот излучает вот такая область, не джин, вот такая область, квазиазотермическая протяженная корона. Это как раз вот, когда мы вне затмения, вот это вот, вне затменный прецессионный поток. Виден вторичный максимум, который как раз связан вот с тем, что вот эта тыльная сторона видна. Здесь у нас вот в этой фазе диск наклонен на 31 градус по отношению к лучшему зрению, а здесь он наклонен на 9 градусов, поэтому вот высота вот вторичного максимума, она меньше, чем первичного, то есть прекрасно согласуется с моделью вот толстого, такого геометрически толстого аккреционного диска и некоторой горячей области в центральных частях этого вот такого вогнутого аккреционного диска. Ну вот, значит, отношение максимальное к минимальной светимости семерка. надо сказать, что если в более мягком конце, у нас 18-60 кФ, ну, я думаю, что где-то до 25 кФ еще можно ожидать некоторой вклады от рельсийских джетов вот здесь. Вот если взять оба джета, то за счет рельсийского биминга у нас переменность получается около 10%. Один джет дает переменность примерно там 80-100%. Но поскольку один джет нам усиливает, а другой джет, который от нас уменьшает интенсивность, то разностный эффект получается маленький. Несмотря на наличие рельсийского биминга, 80 тысяч км в секунду скорость в джете, поэтому, так сказать, излучение направлено для направления движения, но когда их два, то они друг друга взаимно компенсируют. Поэтому эффект только 10%. Ну а в диапазоне начинают с 25 до 60 кФ уже и вклад джетов ничтожно мал, здесь должна быть только одна корона, поэтому рельсийскими эффектами во всех этих вещах можно пренебречь. Вот вторичный максимум, на вторичный максимум у нас высота порядка 0,2. Ну и он не на фазе 0,5, он на фазе 0,6, то есть какая-то есть асимметрия, это, конечно, это математическая модель, она идеализированная, какая-то есть асимметрия в распределении здесь яркости в рентгене и так далее. Тут уже это эффекты второго порядка. Ну а это вот еще взята теперь минимальная рентгеновская тимность в середине рентгеновского затмения. Вот она. Ну в пределах ошибок вроде бы не видно никакой переменности. Вот эта переменность вне затмения я уже показывал. А это переменность в середине рентгеновского затмения. Ну и, наконец, главная часть нашей работы. Мы взяли только главный затменный минимум в фазе максимального раскрытия креционного диска. Вот 7 сетов наблюдений. Ну и их особенности какие? Во-первых, мы обнаружили в одном из 7 случаев очень сильное увеличение, ширины рентгеновского затмения. Почти в два раза. Вот было значит 2003 год такое затмение. Здесь в 2007 оно в два раза уширилось. Причем здесь какая-то пикулярность появилась. А буквально через полгода уже в октябре 2007 здесь мая здесь октябрь ширина вернулась к старому положению. Это первое. Ну потом вот есть эксцесс на восходящие ветви рентгеновского затмения и есть такой загадочный эксцесс. Он связан с нутацией аккреционного диска. забегает вперед я скажу. Ну и так сказать сильная переменность именно восходящие ветви затмения. Нисходящий ветвь затмения более-менее держится постоянно. А восходящий ветвь сильно меняется. Ну и свертка всех наблюдений с орбитальным периодом. Орбитальным периодом вот она приведена. Здесь у нас поток в милликрабах. Черт, я тебя путаю кнопку. Здесь у нас поток в милликрабах. Это фаза орбитального периода. 0,2, 0,4 орбитального. Орбитальный период 13 дней. И вот свертка всех индивидуальных наблюдений. Ну вот виден вот этот вот здесь такой бант. Вот. Это некоторая претессионная волна, которая идет по наблюдениям. Вот. То есть претессирует и не только сам диск, но и вот горячая корона. Она тоже претессирует. Это мы отдельно у нас была на эту тему публикация. Это подтверждено по наблюдениям со спутника Свифта. По наблюдениям со Свифта то же самое там претессия обнаружена аккреционного диска. Вот. Но мы ограничились интерпретацией вот этой нисходящей ветви кривой блеска в основном. Потому что нисходящий ветвь сравнительно хорошо воспроизводится, а восходящий здесь гораздо больше переменности и так далее. Ну и дальше уже стали среднюю кривую посчитали. Вот эта средняя кривая на базе этих данных. Это вот нотационная волна идет. А здесь вот у нас нисходящий ветвь, который мы взяли за основу для интерпретации. Надо сказать, что вот здесь у нас, видите, не нулевая светимость. Скорее всего, это некоторый байос, связанный с тем, что здесь интенсивность очень маленькая. И часть точек имеет отрицательное значение. Ну и они детектором выбрасываются. Хотя, нужно, когда мы, если мы хотим честную статистику, надо отрицательное интенсивность тоже усреднять. А они, поскольку выбрасывались, то некоторый байос у нас среднее значение в минимуме у нас немножко поднимается. Что за 0 в фазе? Максимальное раскрытие аккреционного диска. Когда он раскрыт, на 30, угол раскрытия 30 градусов. И, значит, вот из-за этого, я думаю, вот эта вот некоторая ненулевая светимость, она имеет место в середине затмения. И это мы учли. Потом я скажу, каким образом это мы учли. Ну, значит, далее, соответственно, мы разбили наш интервал 18-60 кэф на два интервала, чтобы посмотреть, как у нас зависит от длины волны затмения. Это вот у нас жесткий диапазон красная кривая. Это мягкий диапазон 18-40 кэф. Но если учесть, что у нас здесь доходит до нуля, а здесь до нуля не доходит, то относительная амплитуда вот этой претеной переменности в жестком диапазоне больше, чем относительная амплитуда переменности в мягком диапазоне. А это так называемая жесткость рентгеновского спектра, то есть отношение потока в жестком и в мягком диапазоне. Видите, она константа. В пределах ошибок она не меняется. И это значит, что затмевается горячая изотермическая корона. Если бы джет затмевался, то у нас бы жесткость спектра вот в этой области должна была, соответственно, поскольку это отношение мягкого диапазона к жесткому, то жесткость должна была бы возрастать в середине вот этого затмения аккреционного диска. Затмеваются наиболее жесткие измечения внутренних частей джетов. В нашем случае жесткость не меняется. А это претензионные кривые в тех же диапазонах, тоже 40-60 кF и 18-40 кF. Вот виден и в том, и в другом диапазоне, вот этот вторичный максимум, когда диск виден с тыльной стороны. Но это тоже жесткость. Здесь точность похуже, ошибки большие, но тоже вроде бы никакой зависимости от фазы претензионного периода жесткости спектра нет у системы. А это уже зависимость формы спектра в диапазоне от 20 до 100 кF как функция фазы орбитального периода. Вот эти 1, 2, 3, 4, 5, это соответствует вот этим интервалом. Третий интервал это в середине затмения, когда у нас рентгеновская светимость упала почти в 10 раз. Вот он третий интервал. Везде видно, что фотонный индекс порядка 3,8. 3,8 3,9 то есть практически не меняется. И вот наклон вот этих спектров соответствующих разным интенсивностям интенсивность меняется в несколько раз, а наклон спектра практически одинаков. Что говорит о том, что это не затмение тонких джетов, по которым температура сильно меняется, а это затмение квазизотермической короны. Ну и наконец уже конкретный анализ кривой блеска орбитальной в момент максимального раскрытия аккреционного диска. Наша модель вот она такая, значит имеется толстый аккреционный диск конической такой формы. Внутри мы с помощью элипсоида вращения моделируем вот эту горячую изотермическую корону, это джеты, они здесь изображены, но они нами не принимают своего внимания, излучают в нашей модели только корона, а это все темные тела. Звезда заполняет или даже переполняет свою полосу роша, аккреционный диск во во внешних частях он темный и светится в жестком рентгене только вот эта корона. Ну и конечно все прецессирует и орбитально движется. И таким образом вот у нас в рамках такой модели взяты такие параметры радиус диска, угол раствора диска омега, большая и малая полуоси вот этого эллипса, который аппроксимирует корону, это видимый радиус короны. Вот это все исковые параметры модели. Кроме того еще искомый параметр на отношении масс-компонентов. Наклонение орбиты определено по движению подвижных линий политическим эффектом, что очень хорошо, мы знаем наклон орбиты, поэтому можно достаточно надежно интерпретировать рентгеновские наблюдения в этой модели. И вот в рамках такой параметрической модели проводилась интерпретация. Здесь некоторые иллюстрации параметров этой короны, это у нас совместная статья с группой бесноватого Когана по анализу спектра СС-433 в диапазоне от 2 кф до 100 кф. Вот он, этот спектр такой. Мы наблюдаем вот эту часть, поэтому здесь у нас наклон гораздо круче, у нас фотонный индекс 3,8. Здесь, конечно, гораздо меньше наклон спектра, потому что это тепловое излучение эзотийских джетов. Ну и вот параметры короны, которые определяются вот этой частью, излучают в общем виде и джеты, и короны. джеты дают основной вклад в мягкий диапазон, короны дают вклад в жесткий диапазон. И параметры короны, значит, это средняя температура 20 кф, оптическая толща по Камптонскому рассерию порядка 0,203, радиус, электронная плотность и М-сточки, потери массы в джетах, порядка 10-7 массы в год, и кинетическая энергия вещества в джетах, поток кинетической энергии составляет 10,39 эрго в секунду. Ну и теперь переходим уже к математической модели, которая, так сказать, описывает вот эти затменные и претензионные кривые блеска. Сразу скажу, что до нас вот по японская группа Кавайи и так далее, они интерпретировали только затменные кривые блеска на спутнике Гинго, Аска и так далее. И мы сейчас покажем, что только из одной затменной кривой блески ничего определить нельзя. Вот, пример. Значит, в нашей уже модели, в нашей модели горячей короны, мы взяли маленькое значение отношений масс-компонент и взяли вот эту широкополосную кривые блески в диапазоне от 18-16 кэр. Потом мы еще интерпретировали, забегая вперед, скажу, и жесткий диапазон, чтобы проверить, как все получается. В этом диапазоне, если возьмем маленькое отношение масс, когда заведомо нейтронная звезда уже должна быть в одной системе, не черная дыра. Если мы хотим описать в рамках нашей модели горячей короны затменную кривую, то мы должны взять корону с большой высотой. Тогда у нас, так сказать, затмевает оптическая звезда разные части короны и хорошо описывается затменная кривая. Но при большой высоте короны внешняя часть секрекционного диска во время прецессии затмевает только маленькую часть излучения короны. Поэтому амплитуда прецессионной переменности маленькая. Она не согласуется с наблюдаемой амплитудой. Поэтому, хотя мы орбитальную кривую блеску хорошо описываем, как японцы описывали свои кривые блеска в диапазоне 2,10, прекрасно, но это полное противоречие с прецессионной кривой. Нельзя это отношение масс брать. Теперь, если мы в этом же отношении масс потребуем полного описания прецессионной кривой блеска, тогда у нас получается очень высокая корона. Точнее, наоборот, она очень низкая корона, очень маленькая корона, компактная. И она, как материальная точка, полностью затмевается оптической звездой. Внешняя часть диска вот этой компактной короны уже хорошо ее затмевает и обеспечивает амплитуду прецессионной переменности, причем даже вторичный минимум пописывается. А уже затмения, полностью эту компактную корону затмевают и вот это плато и очень узкое затмение, которое не воспроизводит кривую блеска. То есть, при Q0,1,10 невозможно одновременно описать одновременно прецессионную и затменную кривую блеска. Вот. И так далее. Идем дальше. Берем Q0,2. В случае Q0,2 у нас получше уже описывается эта кривая блеска и несколько получше прецессионной кривой. Но тоже очень маленькая амплитуда. Опять, если мы по требам описали прецессионную кривую, у нас все равно плохо описывается орбитальная кривая. Вот это вот плато здесь. И, наконец, когда берем значительные отношения масс, порядка 0,3, то у нас одновременно удается описать и орбитальную кривую блеска, и прецессионную кривую блеску. То есть суммарная невязка у нас уже здесь минимизируется при Q0,3. Берем большее значение Q. При всех значениях Q больше 0,3 прецессионная кривая всегда прекрасно описывается. Но здесь уже начинает сказываться затмение, поскольку при больших Q у нас радиус оптической звезды уменьшается, ширина затмения уменьшается, и ширина затмения становится маленькой, нарастает невязка. Вот когда мы берем Q0,8, затмение узкое, прецессионная кривая описывается, здесь совсем узкая и так далее. И в итоге мы имеем вот такую кривую невязок, которая позволяет ограничить отношение масс в данной системе. Эта кривая подсчитана для случая, когда точное заполнение оптической звездой своей полости Роша. То есть степень заполнения полости Роша в мю равна единице, а F параметр перезаполнения полости Роша равен нулю. Одновременно совместный анализ затменный прецессионный кривоплеск приводит вот к этому Х квадрат, который нарастает в случае больших малых Q и нарастает в случае больших Q. И вот диапазоне от 0.3 до 0.5 можно считать оптимальное значение параметра. Конечно, приведённое значение Х квадрат здесь абсолютно значение Х квадрат. Но если приведённое значение Х квадрат, то есть поделённое на количество нормальных точек минус количество параметров по которым происходит минимизация, оно значительно больше единицы. Оно составляет порядка шестёрки. Это из-за того, что наша модель уиделизирована. Она не совсем адекватна наблюдением, естественно. Хотя бы потому, что у нас вторичный максимум напряжённый кривой не на фазе 0,5, а на фазе 0,6 и так далее. Но часто, когда модель не вполне адекватна, люди используют результаты интерпретации для выбора диапазора вероятных значений параметров. В нашем случае можно считать, что отношение масс в этой системе, вот в этом предположении, что у нас точное заполнение оптической звездой своей полосы Роша лежит в интервале от 0,3 до 0,5. Но современные данные... Мы эти данные проверили на более жёстком диапазоне, где вклад джетов уже совсем отсутствует. Это вот 40-60 кф. Опять, для 0,1 ку мы хорошо описываем затменную кривую, но при этом корона получается очень высокой. и прицессия диска затмевает лишь малую долю высоты этой короны. Поэтому нет прецессионной переменности. Берём большее значение, требуем, чтобы при малом ку у нас было описание прецессионной кривой, при этом не воспроизводится затменная кривая, появляется плато, полное затмение. И только при ку-0,3 у нас одновременно описание прецессионной и затменной кривой Глеска. Это в модели точного заполнения оптической звездой своей полосы Роша. Теперь надо попробовать посчитать модели переполнения оптической звездой своей полосы Роша. Потому что в СС-433 истечение идёт с темпом 10-4 массы Солнца в год в тепловой шкале оболочки оптической звезды. И поэтому там весьма вероятно, что оптическая звезда переполняет свою полосу Роша. Она может даже заполнять внешнюю полосу Роша, истекать не только через точку L1, но и через точку L2. Дело в том, что данные VLTI-Gravity как раз показывают, что есть перпендикулярно плоскости джетов, есть околозвёздная оболочка, которая образуется за счёт истечения через точку L2. А раз есть истечение через точку L2, значит, наша звезда почти заполняет уже вторую полосу Роша. Не первую, а вторую. И вот Элла Антохина обобщила программу соответствующую. Это новый результат по сравнению с тем, что опубликовано было в старых статьях. Это вот случай, когда у нас точное заполнение полости Роша. Это кривую мы уже видели. А это вот случай, когда у нас частичное заполнение полости Роша. А это второй полости, внешней полости Роша. А это полное заполнение внешней полости Роша. Параметры заполнения мы считаем вот такую штуку, которую принято считать у специалистов. Значит, Омега – это потенциал во вращающей системе отсчёта для внутренней критической полости Роша. А ω-OUT это потенциал для внешней полости РОШа. А ω- это текущий потенциал. Вот когда у нас F равно 0, это значит, что у нас ω равно ω-IN. Омега на внутренней полости РОШ. То есть это полное заполнение внутренней полости РОШ. Когда у нас F равно 1, то у нас здесь стоит ω-OUT. То есть потенциал на внешней полости РОШ. Когда f равно 1, то оптическая звезда заполняет внешнюю полость роши с точкой L2. Когда f равно 0, то оптическая звезда заполняет внутреннюю полость роши с точкой L1. И вот видно, что расчеты аналогичные, которые я показывал, приводят к следующему. Вот эта часть в области больших значений q, она начинает срезаться. И при f полном переполнении полости роши даже q близкой к единице позволяет хорошо описать наблюдаемые кривые блеска. Это связано с тем, что размеры, радиус внешней полости роши гораздо менее сильно зависит от отношения масс. Вот этот экваториальный радиус внутренней полости роши в зависимости от наклонения орбиты. Вот он быстро спадает при увеличении отношений масс. А радиус внешней полости роши гораздо медленнее спадает. И поэтому у нас даже при больших отношениях масс, близких к 0,8, у нас в случае, когда заполнение внутренней полости роши, у нас начиная с 0,3-0,5 уже сильное возрастание невязки. А в этом случае у нас возрастание невязки будет наблюдаться, когда q больше единицы. Поэтому здесь допустимы уже большие значения, в том числе и 0,6, которые получаются из анализа постоянства орбитального периода. Кроме того, мы исследовали вот этот эффект байеса, связанный с тем, что у нас отрицательное значение интенсивности при затмении, когда середина затмения, экспериментаторами отбрасывается, поэтому у нас в середине рентгенского затмения ненулевая светимость. Мы этот параметр, этот эффект учили тем, что мы включили так называемый третий свет. Но предположим, что у нас светит общая оболочка и дает постоянный свет. Вот при наличии этой общей оболочки у нас во время полной фазы затмения будет ненулевая светимость. Мы взяли светимость этой общей оболочки, равной примерно 2 миликрабам, полной амплитуды 20 миликрабов, а 2 миликраба, вот это третий свет. И включив еще один дополнительный параметр в задачу, тоже сделали прогон по отношению масс. И мы получили, конечно, здесь невязка существенно меньше, потому что мы новый параметр включили, мы невязку уменьшили. Чистоятельность задачи к отношению масс уменьшилась, потому что дополнительные параметры введем. Но, тем не менее, уверенные возрастания невязки в 2 раза почти, даже в 3 раза, здесь у нас 60, здесь 102, в 2 раза. От Q0,3 до Q0,1 почти в 2 раза невязка возрастает. То есть этот вывод, что Q у нас больше 0,3, наш консервативный вывод, он остается даже в случае наличия вот этого, так сказать, байса в кривой блеска. Учета байса в кривой блеска, в минимуме кривой блеска. Ну и, так сказать, теперь выводы, я подхожу к концу. Значит, прежде всего, вот все эти наши исследования показали, что мы можем смело принять из анализа рентгеновских затмений, из анализа претисионной кривой рентгеновской совместно, принять, мы можем смело принять консервативную оценку отношений масс в этой анализа претисионной кривой блеска. Что отношений масс в этой системе больше 0,3. Это вот наша статья, которая сейчас будет опубликована, в нее остроен рентгенов. Дальше. Из постоянства орбитального периода, с использованием интерфериметрических данных системы VTI и Gravity, вот то, что мы докладывали на одном из семинаров здесь, мы получаем оценку, что отношений масс больше 0,6. В общем, эти оценки не противоречат друг другу. И в комбинации с данными по полуамплитуде кривой лочи скоростей сационарной эмиссией гелий-2, я говорил, что сационарная эмиссия гелий-2 не так сильно искажена эффектами селективного поглощения в этой крутящейся околозвездной оболочке, в отличие от линий поглощения в спектре оптической звезды. Поэтому ее можно с некоторыми оговорками использовать. Можно считать, что кривая лочи скоростей по линии гелий-2, эмиссионной, которая формируется во внутренних числах диска, она действительно отражает орбитальное движение рентгеновского объекта. Вот если взять полуамплитуду этой кривой с такой ошибочкой, то мы получаем, что для Q больше 0,6 масса оптической звезды должна быть больше 12 масс Солнца. И тогда, беря оценку Q больше 0,6, масса черной дыры больше 7 масс Солнца. То есть, скорее всего, в СС-433 масса черной дыры ничем не отличается от массы стандартной черной дыры в рентгеновских двойных системах. Средняя масса черной дыры в 30 рентгеновских двойных системах составляет примерно 8 масс Солнца. Здесь она у нас больше 7, так что все встает на свои места. Ну и, конечно, большое значение отношений масс больше 0,3 позволяет понять, почему общая оболочка в системе СС-433 не образовалась, и система остается полуразделенной. Вот на это сделал упор Андельхейл в своей недавней статье. Он показал, ну и другие авторы, что если у нас звезда имеет лучистую оболочку, она заполняет или переполняет свою полосу Роша, то если отношение масс больше, чем 0,3, то есть массивный объект релятивистский, то общая оболочка может не образовываться. Если отношение масс меньше, чем 0,3, нейтронная звезда, то из-за огромного различия в отношениях масс у вас обязательно должно начаться формирование общей оболочки. Потому что масса нейтронной звезды соответствует 1 тонн узкому пределу 10,38 эрго в секунду, а темп истечения очень большой, 10 минус 4 массы Солнца в год. И при наличии маломассивного объекта, когда у нас отношение масс порядка 0,1, у нас обязательно должен, как снежный ком вблизи нейтронной звезды, сформироваться избыток вещества, потому что не все вещество может быть аккрецировано маломассивным объектом. И это приведет к образованию общей оболочки. А если отношение масс больше 0,3, то есть у нас там массивный объект, то уже на нем вполне он может выдержать вот эту потерю перетекания вещества с темпом 10 минус 4 масс Солнца в год. И система остается полуразделенной, когда оптическая звезда видна раздельно, реликвидский объект раздельный. Так что это имеет значение для понимания эволюционной стадии системы СС-433. Ну и наконец, надо подчеркнуть, я об этом не сказал, вот есть в последнее время работы, в которых показано, что если мы имеем рентгенскую двойную систему, то оптическая звезда может переполнять свою полосу с РОШ и стекать через точки L1 и L2. Почему? Когда у нас имеется, скажем, система типа W ума, когда обе звезды переполняют свою полосу с РОШ, то они концами соприкасаются, и у них, так сказать, перетекание вещества происходит по внешним и коэффициальным поверхностям. Всё нормально. Но когда у нас реликвидский объект, а не вторая звезда, то у нас точка L1, она оголяется, и происходит стечение вещества через неё. И вот эти авторы, они как раз исследовали пропускную способность для вещества при перетекании через точку L1. Оказывается, через точку L1 может перетекать ограниченный поток вещества. И это приводит к тому, что звезда раздувается и заполняет свою вторую полосу РОШ. И истекает уже и через точку L2, потому что через точку L1 она вся истечь не успевает. Вот такая качественная, так сказать, это хорошая довольно работа, где именно газодинамически исследован процесс перетекания вещества от оптической звезды на реликвидский объект через две точки Лагранжи. Оказывается, всё очень нетривиально. Раньше наивно полагали, что если у нас заполнено полосу РОШ, то сколько угодно массы может через точку L1 перетекать на второй объект. Оказывается, нет. Есть ограничения термодинамические и газодинамические. Если рассмотреть сопло Лавали, соответствующее формирование ударной волны вблизи сопла Лавали, то эффективность перетекания через точку L1 ограничена. Это и приводит к тому, что звезда раздувается из-за быстрой ядерной эволюции. У неё сильно продвинутое внутреннее ядро гелевое. Поэтому она быстро эволюционирует в тепловой шкале. И она успевает переполнять свой полос РОШ. И если это переполнение учесть, тогда если интерпретировать данные японца в ГИНГе, то получится уже отношение масс не 0,2, а 0,4. Я это дело оценивал. То есть из вентгеновских данных японцев получается не нейтронная звезда опять, а чёрная дыра. Вот основные выводы нашей работы. Спасибо за внимание. Спасибо большое за очень добротный, понятный доклад. Понятный. Мы здесь студенты, я старался. Давайте вопросы. Так, Дима. А при найне на параметрах модель здесь снят оптические? Да. Должно объяснять. Мы из целых токеров считаем. Примеры блеска для оптического диапазона. Вот если взять такую как раз кун больше 0,3, то у нас переменность блеска в середине затмений тоже описывается хорошо. Потому что диск не полностью затмевается. А вот если взять маленькое отношение масс, поскольку диск маленький, а наклон энергии известен, то у нас полное затмение диска происходит в этом случае. И минимальный блеск, полное затмение, не должен зависеть от фазы предчиненного периода. А он зависит. Довольно сильно. Так что вот такое отношение масс очень желательно из оптических наблюдений. Еще вопросы? Галя. Правильно я понимаю, что Вы считаете, что эта корона, фирический сфероид, она находится над вот этой оптически толстой оболочкой. Обычно считается, что вот этот ветер, он был оптически толстым от диска. И над ним еще эта корона. В основании ветра эта корона. По-видимому, ветер создается более внешним. Там дело в том, что ветер создается внешним частям, а дальше сферизации дальше, правильно? А вот эта воронка, она заполнена для этого. Горячий разрез. У Вас воронка или сфероид? Нет, нет, нет. Воронка, а внутри воронки горячий газ в виде сфероида. А просто он такой большой сфероид? Ну вот он большой получается. На самом деле, представьте, у тебя яблоко, она уходит из тебя. Где-то она где-то очень узенькое в основании, а потом она расширяется. И эффективно ты такой вебок. Так, и видишь. Ну как бы, поскольку это геометрическая модель. То есть, это все-таки какое-то приближение. Приближение, конечно. Это математическая модель. Поэтому я говорю, что на 99% отношений масс там больше 0,3. Но совместно, вот из кривых блеска и из изменения периода, из поисковочек, две оценки, и та, и та дает Q больше 0,3. Так что вот совместно они работают уже на достаточно надежном уровне. еще вопросов. Анализа в мире и процессии в рамках модели. Модели зависимые результаты. Анатолий Михайлович, который и все этим не занимается. Вы знаете, что много лет все здесь профессионалы не говорят. Значит, основное излучение все-таки это рентгеновское излучение за счет акриции? За счет акриции. Но он перерабатывается в метре оптически толстым. И мы видим оптически яркий диск со светимостью 10,39 эрбосекунды. Вот эти 10... Ты же сказал сам, по-другому. Нет, светимость, билометрическая светимость акрициционного диска 10,39. Это диаметральные звезды 10,38. Здесь же у нас черная... Поэтому все нормально. Вот. И этот рентген, в отличие от классических рентгеновских двойных свистей, в случае СС-433 мы рентгена от акриции не видим. Мы видим его переработанным в оптике из-за того, что это сверхкритический диск. А сама вот эта энергетика центральной части, она выдается в виде кинетической энергии джетов, которые как-то там формируются. А кинетическая энергия... 10,39 эрбосекунды. Возможно, оптическая светимость, в смысле тепловое излучение, тепловое излучение за Лайман-Альфа пределом, вот линия Лайман-Альфа, она гонит его и как раз дает постоянную скорость. Постоянность скорости объясняется и над поглощением лаги. А энергетическая энергия джетов сколько? 10,39 эрбосекунды. М с точкой в квадрат пополам. М с точкой в квадрат пополам. Да. 10,39 эрбосекунды. А рентгеновская светимость джетов 10,36 эрбосекунды. А рентгеновская светимость, связанная с акрецией, это порядка 10,39 эрбосекунды. Но мы ее не видим. Мы видим только оптическую светимость, потому что весь рентген перерабатывается в ветре. И мы видим только маленький сгусточек, остаток вот от этой короны. 10,35 эрбосекунды, которые просачиваются через вот эту коническую центральную часть. А коническая часть исчезнет, потому что джет выметает плазму. Поэтому там плотность ветра ниже. Именно поэтому жесткий рентген просачивается. То, чего мы не думали, до чего мы иногда не догадывались, когда мы заказывали, мы думали, что не будет вообще рентген. Оказалось, что жесткий рентген все-таки просачивается. Из-за того, что джет выметает ветер и плотность, которая в эквентериальных частях, гораздо меньше. Поэтому мы видим жесткий рентген. Ну, известно. Я же приводил весноватый кокнер со своей компанией, они считали все. Крутическую толщину. Да, пожалуйста. То есть откуда эти энергии джета берется? Энергия джета берется в конечном счете из тепловой энергии, которая выделяется при аккреции. Но какова машина, это же КПД получается почти единица, понимаешь? У тебя кинетическая энергия джета 10,39, и балометрическая рентгеновская тимусть здесь видим, тоже действует 10,39. Какой-то механизм перерабатывает тепловую энергию в энергию порядочного стечения в жизни. Почему к этому объекту такое внимание? И этот объект, он не один. Сейчас же есть ультраяркие рентгеновские источники в других галактиках. Это Сергей Фабрика. Сергей Фабрика предложил идею, что если мы посмотрим на СС-4,33 не под углом 7,9 градусов, а плашмя, то вот этот конус, где яркое рентгеновское излучение, он будет весь виден. Мы видим так, сейчас пока только часть. А когда мы посмотрим плашмя, то наблюдаемая светимость в рентгене должна не 10,36 уже быть, а гораздо больше. И вот некоторые такие же двойные системы в таком же режиме, в стереоткредитическом режиме открытия, они наблюдаются в других галактиках. И некоторые из них видны плашмя. И у них светимость 10,40 эрго в секунду. Что в 10 раз больше как бы, так сказать, дюдентонской светимости для черной дыры массы 10 мосонцев. Из-за этого даже предполагали, что это черная дыра промежуточных масс и так далее. Но если учесть коллимацию, не на все четыре пист стереотерапия рассчитывать светимость, а учить на утилу коллимацию, то все встает на свои места. И у двух таких УЭЛИКС, ландарьяких рентгенских источников, других галактик, найдены смещения линий. Правда, не периодические смещения, а просто постоянно смещенные линии на примерно там сколько, я уже не помню, тоже, по-моему, 0,4 скорости света. Порядка СС, как в СС. В СС, но нет периодической такой модуляции. Дело в том, что она может быть в период большой. Сняли спектр. Это объекты очень слабые. Спектр снят в одну эпоху. Нет, ну надо смотреть. Смотреть, смотрят, смотрят. Пока нет результатов. Дело в том, что среди УЭЛИКС... Можно не быть, да. Да, да. Не смотри, не смотри, но среди УЭЛИКС... То есть даже если нет прецессии, само смещение линии на тысячу километров в секунду, на десять тысяч километров в секунду относительно стационарных линий, уже говорит о том, что есть коллимированное истечение. Эльтивистское. Оно не обязано прецессировать. Может быть, у тебя при сверхновой был симметричный взрыв, восьм вращение звезды не сместилось, диск плоскости орбиты, и всё нормально. Никакой прецессии быть не обязан. Среди ультраярких рентгеновских источников встречаются как пульсары со светильностью гораздо больше эггентоновской. Так, возможно, и чёрные дыры, о которых Анатолий Михайлович уже говорил. Да, совершенно верно. Возвращаясь, конечно, к началу, это, конечно, самое интересное, что до сих пор только один источник, это SS433, показывает вот эту вот прецессию. Нет, есть ещё пара OLX, у которых длинные периоды обнаружены, но фотометрические. Хорошо. Не спектральные, а фотометрические. Хорошо, нет, но, может, есть такой ещё период. Но вот чтобы джеты были, вот это уже интересно. Ну, может быть, в самом деле, их надо ещё увидеть, в зависимости от того, какой угол наклона. Если... Что-то я ещё хотел. Вот, значит, это уникальный источник SS433 всё-таки. Значит, там вот это вот есть раздутая оболочка, да? Да. Это что, остаток взрыва сверхновой? Да, то ума нахвы прописи. У неё имеется сферическая часть, это взрыв сверхновой. И примерно на треть есть такие пупыри, они точно совпадают с позиционным углом джетов. Да, да, да. Это как раз плазма, которая, межзвёздная среда, которая выбита вот этим джетом. Значит, был взрыв сверхновой. Вот и поэтому, вот это по длине этих пупырей, зная скорость 80 км в секунду, оценивается возраст этой сверхновой. Он, примерно, 10 четвёртый с коэффициентом. Там 3 на 10 четвёртый. Это очень интересно, 10 четвёртый с коэффициентом. Это двойная система. У неё как орбита круговая? Орбита может быть слегка эксцентричной. Это хорошо. И мы это заподозрили совместно с Дозином. Вот Константин. Могу сказать, почему. Дело в том, что, согласно... Если у нас ось вращения не перпендикулярна плоскости орбиты, и она прецессирна, это означает, что оптическая звезда не синхронизована с орбитальным периодом. Я хотел связаться с этим. А из теории синхронизации следует, что синхронизация осевого вращения происходит раньше, чем орбитального. Чем вот этот эксцентричитет зануления. Поэтому, если мы... Если прошло 10 тысяч лет, то... Нет, если мы имеем заведомо не синхронное вращение, наклонную осу, то это позволяет допустить наличие небольшого эксцентричитета. Хорошо, эксцентричитет... Не успело вырвать. Меньше 0,1 десятый. Ты начал... Его невозможно по фотометрии определить. С очень интересного заявления, что, скорее всего, в этой двойной системе аккреционный диск, слэй-диск, который отслеживает процессию оптической компоненты. Ты, кстати, я забыл упомнить, что он первый... Он виноват. Он первый предложил эту идею в работе 72-го года. Ну, это не связано было с... Когда диск и аккрецию свою предлагал, он отметил, что если у вас вращение звезды будет не перпендикулярно плоскость армии, то диск может не лежать плоскость армии. Диск будет отслеживаться. И на него все ссылаются, и я тоже сослался. Спасибо. Так работа 72-го года. Это одна из работ, которая в хорошей хирургии попала. Забыл упомянуть. Вот. Значит, что-то я еще хотел с этим сказать. Значит, есть прицессия оптической звезды. Значит, она... Угол... У нее наклон... Вектор... Ну да, 20 градусов. Нормально. И, естественно, раз она процесирует, у нее угловая скорость вращения, скорее всего, более быстрая, наверное, чем орбитальное движение. Мне так кажется. Погодите. Значит, и вот есть линия узлов, линия пересечения эпидериальной плоскости оптической звезды. Когда вещество впрыскивается в диск. Вот. И оно задает наклон как раз. Вот. Я бы эти детали уже не вдавался. Важно. за орбитальный период вот эти струи срываются и дальше они... Под разными углами. И формирует наклонный диск. самое интересное в этой системе. Здорово, что вот в оптике вы видите предсессию диска, вы видите воблинг. Нутацию. Нутацию. Ну, хорошо, пусть будет нутация. Это у нас. Но как газовый диск может претесировать как твердое тело? Стоп, стоп, стоп. Да еще и нутировать. Понимаешь? Газовый диск. Стоп, стоп. По Кеплеровскому закону. Значит, чтобы объяснить вашу оптику, достаточно, чтобы его внешние части претесировали и нутировали. Но у нас нутирует корона. У вас еще нутирует и джеты. Джеты и корона. Все вместе, синхронно. Хорошо. Спасибо за вопрос. Что-то еще? Варь, спасибо, что посетил. Значит, что может быть в действительности? Что вот, когда этот диск наклонный формируется, вот эти струи, они не обязательно бьют в край этого диска. Они могут бить в поверхность. И тогда, в принципе, может появиться динамическое действие струи, который немножко по-другому. Варьет Геркулеса у нас немножко по-другому. У вас там вообще вращение звезды перпендикулярно. Да, да, да. Звезда позднего класса, она быстро затухает. Об этом мы, Дима, на следующем семинаре через месяц будет говорить, как там, говорится, там свой механизм 35-дневный, а здесь вот так вот. Так что, наверное, в самом деле, если это где-то 4000 лет, синхронизация ещё не прошла, самое интересное... 40 тысяч. 40 тысяч. 40 тысяч лет. 4 на 10. Извините, 40 тысяч лет, значит, вот ещё что. Ведь период прецессии, значит, прецессия вызвана приливным действием соседнего компонента на вашу эту оптическую звезду. И, наверное, при прочих равных условиях, чем больше масса второго компонента, тем короче период прецессии. Ну, естественно, больше... Ну, это можно, да, может, попытаться из этих условий отношения масса ценить. Вы посмотрите, сейчас люди очень здорово умеют считать приливное взаимодействие и всё остальное, где-нибудь в аналоге левью за последние годы какую-то статью можно найти, там можно найти формулу и тоже посмотреть, даст ли это же большое одно-десятое и Q на 6 раз. В 6 раз действие этих приливных сил будет более коротким. И тогда может тоже и с этой стороны оценить Q. Ну, я ещё могу сказать, Коль, что вот наличие вот этой прецессии оси вращения оптической звезды это дополнительный фактор, который позволяет звезде переполнять свою внутреннюю критическую функцию. Потому что она курочит свою фигуру. И это некоторый несационарный эффект, который влияет на оболочку звезды. Она вот немножко так вот сжата, да? Естественно, есть линия узла. Это ещё один аргумент в пользу слева диска. Откуда всё скрывается? Вот. И вот, наверное, трудно увидеть асинхронность вращения. Трудно. По звезде нет. У неё линии спектра звезды практически не наблюдаются. Не наблюдаются. Так что так можно было, конечно, по уширению войти, но с ней найти по уширению профиля. Ладно, Анатолий Михайлович, большое спасибо ещё раз за доклад и вот за те результаты, которые вам были получены, накоплены, получены, объяснены за всё это время. И как-то так и тогда был, ну, вот, и тогда была проблема, а что же там за компактный объект и как сделать эти джеты, ведь джеты есть у рентгеновских новых, у рентгеновских новых, там 0,98 микроквазаров. Есть микроквазары. Кстати, объект СС-43 оказался первым примером микроквазаров. Микроквазары есть. То есть, это рентгеновские дворицы с рельсивистскими джетами. Потом пошло, сейчас их уже два десятка. Наверное, всё-таки 80 тысяч километров в секунду это какой-то генетологический джет. А в этих ядрах активных галактик, квазарах, там вообще, там ультравилитивисты, там наблюдаемая скорость движения джета больше скорости света. Гамма-фактор порядка 100. Гамма-фактор большой. Там, да, там существенно выше. Здесь гамма-фактор чуть-чуть больше. Здесь около единиц. Всё, ещё раз благодарим докладчиков. Следующий доклад. Вячеслав Вячеслав, Вячеслав, ты где? Здесь. Давай. Так, а как тут... Так, Саша, ну и что, я... помоги, пожалуйста. Здесь просто эскейк. Как переключать просто... Абдал? Вот это? Да. Дальше, я думаю, что... Абдал. Добрый вечер. Доклад по новой для меня теме. Я занимаюсь этим последние полгода в рамках отдыха от высоких энергий и глубоких потенциалов. Вот. Это касается тоже дисков и тоже аккреционных, но холодных, вот, которыми являются протопланетные диски. Вот. И тема работы, теоретическая работа вот, по интерпретации некой неустойчивости, которая, скорее всего, является, работает, отвечает за ключевой этап в образовании таких тел, которые называются планете Земали. То есть, это ключевой этап формирования планет из протопланетных дисков. Вот. И я хочу начать с того, чтобы напомянуть добрым словом вот этого человека, это Виктор Сергеевич Сафрунов, выпускник нашего университета, фактически, астрономического отделения, да, тогда еще на Мехмате в 41-м году он окончил, потом ушел на войну и после этого всю жизнь проработал в институте физики Земли. Вот. Вот автор вот такой монографии, теперь всемирно известной. В общем, теперь мы понимаем, что этот, как бы, классик, его имени прям держат очень серьезные классические результаты. Фактически, он первый, кто понял, собственно, как образуется планета и современная картина, она по его стопам уже, как бы мы дальше уточняли. Вот. И самое главное, что он понял, что вот в этом процессе превращения огромного количества пылинок в конечное количество планет, да, очень важным шагом является образование малых тел размером в несколько километров, которые называются в планете Земля. Чисто физически почему важно? Потому что это тот самый размер, который при характерных параметрах газовых дисков означает размыкание твердых тел и динамическое размыкание с газа. То есть, если тела меньшего размера для них в их динамике в процессе их движения, вращения вокруг звезды, большую роль играет газ, значит, аэродинамическая сила, которая противодействует движению, да, и для мелких пылинок это понятно, да, то есть пылинка, она совершенно по-другому, она не движется свободно вокруг звезды, да, в отличие от большого тела, сила аэродинамического трения является неопределяющим. Вот, а с другой стороны, если вы переходите к большим размерам, начиная с нескольких километров, там наоборот, уже сила гравитации классическая ваша, к которой мы все привыкли, определяет динамику. Вот, и он первый, кто, значит, предложил количественно, опять же, и понял, как должны планетиземали образовываться, с одной стороны, да, с другой стороны, первый, кто создал количественную теорию уже образования из этих допланетных тел, он называл планетиземали дополнительными телами, как из них образуются сначала планетные эмбрионы. Это вот его знаменитая теория коагуляции, то есть он первый, кто уравнивает коагуляцию и применяет к стратегической задаче. Вот, значит, но я касаюсь в этом докладе первой, вот этой вот первой ступени, как образуется планетиземали. На самом деле мы сейчас понимаем, что вот одна из самых больших проблем, как бы картина сейчас довольно ясна, как образуются планеты, теоретически. Вот, но одна из самых больших проблем, это на самом деле как вот образовать тела в диапазоне размеров от миллиметров сантиметров до вот этих вот километровых размеров. Я, значит, дальше покажу несколько слайдов, мы читаем среди Большим Поповым курс студентов по образованию планет, физикообразования планеты. Вот, значит, одна из лекций я читаю по теории, часть лекции, значит, посвящена как раз как образуются планеты Зимали, вот несколько первых следующих слайдов покажу. Значит, вот мы не понимаем, как образуются, понять, как образуются из микронных пылинок, макроскопические, мельчайшие частицы, песчинки, будем называть, береметрос, довольно просто понять, то есть у вас существует оседание пыли в молодом диске, существует, на самом деле, еще радиальный дрейф пыли, вот, поскольку этот процесс дифференциальный, он зависит от размера твердых частиц, то есть большие частицы оседают быстрее, а мелкие частицы оседают медленнее. Оседание дифференциальное, у вас большая частица собирают на себя мелкие пылинки и происходит рост. Это можно при помощи уровня коагуляции строго описать. А дальше возникает проблема, потому что, когда вы достигаете размеров макроскопических, резко ускоряется процесс радиального дрейфа, то есть пыль просто-напросто выметается за счет лобового давления, у вас возникает некая разность в скоростях вращения вот этих пылинок вокруг звезды и самого газа. Газ движется слегка до кеплотовской скорости, потому что есть поддерживающая градиент давления. Пыль градиент давления не чувствует в районе состояния пыли, полевой жидкости, я сейчас буду говорить про пыль как про жидкость дальше, поэтому можно сказать, что полевая жидкость у нее давление нулевое, она не чувствует давления. И она стремится вращаться по кеплеру. Из этого возникает для больших частиц лобовой ветер, который сгоняет их как спутник в мосфере Земли, сгоняет на звезду, и это время для миллиметровых, сантиметровых тел очень короткое. Это вот на радиусе энергии по Земле это сотни лет. Три-четыре сотни лет. И вам нужно успеть за это время проскочить вот этот вот диапазон, огромный диапазон размеров по-прежнему, от сантиметров до километров. Значит, ну стандартный процесс, который способствует росту песчинок, это парное соударение, слипание, да, до сих пор отдельная отрасль науки это и есть, где люди пытаются проскочить этот вот так называемый метровый варьер парными соударениями. То есть ставятся числи эксперимента, как соударяются значит, километровых размеров и так далее. Но на самом деле там включается, конечно же, это ясно, интуитивно, фрагментация, потому что у вас огромная относительная скорость. Это десятки метров в секунду, между такими желаниями. И они скорее с какого-то размера уже начинают друг друга просто ломать. но это как бы все-таки пока еще не вычеркнуто. Там как бы если оценки делать, то характерные времена там на пределе можно протащить, но как бы интуитивно все сомневаются в этом процессе. Вот. А второй процесс образования планетиземали, то есть как бы что ясно, что нужно включать в какой-то момент коллективный процесс. Вот. Какой самое главное может быть ключевый процесс в диске? Это в самогравитировающем диске это фрагментация, за счет того, что у вас параметр ТОМР становится близок к единице. Вот. И у вас то есть пыль осела, возник субдиск тонкий. Вот. И в нем параметр плотность объемная высокая, самогравитация высокая, параметр ТОМР упал до единицы, и этот пылевой субдиск фрагментируется до сразу же, очень быстро. Это джинсовское время маленькое, и джинсовские массы оказываются как первые пони как раз с охраной, соответствующие вот этим массам планетиземальный. Как раз 1-10 километров. Очень красиво. И он это понял где-то в 60-м году его работа первая. То есть критерии ТОМР фактически, насколько я понимаю, меня могут поправить те, кто занимается физикой галактики. То есть работа ТОМР вроде бы вышла в 60-м году. А вот Сафронов по похожей на самом деле математическое та же самая проблема, только в применении под планетом диском. Он ее решил в 60-м году. А, инспедиенты скажи, что это такое. Берется дифференциально вращающийся однородный слой, включается самогравитация этого слоя. И мы смотрим при каком соотношении между поверхностной плотностью этого слоя и дисперсией скоростей в этом слое, он оказывается неустойчивым относительно малых возмущений за счет самогравитации. то есть когда время свободного падения в этих фрагментах становится короче чем скорость звуковой все то же самое только джинсовская задача это задача в бесконечной покоящей среде а здесь у вас дифференциально вращающийся диск это гораздо более сложная на самом деле задача. Ну вот как раз иллюстрация того что я только что сказал и вот у меня две ссылки этот же процесс вот о дроблении за счет самогравитации полевого субдиска вот описали чуть позже Галдрайх и Вард сейчас это называется в западной литературе механизм Галдрайх и Варда но я вот в своем припринте написал Сафронов Галдрайх и Вард не знаю вот значит но в чем проблема на самом деле Сафронов про это не говорил и это стало ясно уже потом что когда у вас то есть чтобы достичь параметра туумра в единицу вам нужно этот пылевой диск пыли сжать до очень малой толщины отношение толщины газового диска к пылевому четыре порядка и только тогда у вас есть шанс раздробить его на планете зима при этом объемная плотность в таком субдиске на два порядка превышает газовую патриарную плоскость газового диска вот и это просто как лезвие которое режет этот диск субдиском вращается пакет как пыль стремится пакет вращается а над ним прямо находится газовая стена которая вращается чуть медленнее и вот эта вот разница скачок скорости приводит к неустойчивости Кереногер-Гольца вот вот это вот одна из симуляций такого процесса 2008 года работа и то есть эта неустойчивость она разбивает пылевой субдиск гораздо раньше чем он становится традиционно неустойчивым вот это камень преткновения который вам закрывает такое прямое образование планете зимали за счет гравитационной неустойчивости полевого субдиска и вот отсюда и вытекает это и есть главная проблема которая не решена по сию пору и мы должны усложнять теорию значит как она усложняется на самом деле вот я сказал еще раз про первый путь альтернативный что можно просто все-таки надеяться получить прямыми с ударениями эти планеты зимали но это скорее всего провальный путь вот другой путь значит как скучить вам эти вот то есть повысить локально в этом полевом субдиске плотность пыли да как-то значительно это повысить еще до того как собственно сильно сжался полевой субдиск вот есть на самом деле еще один сценарий который который здесь не касаюсь вот он подразумевает что пыль является пассивным агентом в газе то есть есть некая динамика в газе диск вообще турбулентный в нее могут образовываться турбулентный двумерный могут образовываться крупные антициклонические вихри известно что пыль как пассивный агент накапливается в антициклонах потому что антициклон это область с повышенным давлением как и у нас в атмосфере так и в дисках и есть общее свойство пыли как пассивного как пассивной составляющей даже правой смеси которое заключается в том что у вас пыль может просто по градеату давления она течет всегда она течет по эффективной гравитации а это означает что она течет в сторону большего давления именно поэтому происходит оседание в первую очередь но и на самом деле если у вас есть локальное максимум давление кроме этого глобального то есть глобальное максимум давления в диске который находится в квадриальной плоскости это понятно так происходит оседание пыли а могут быть локальные за счет сложной динамики и турбулентных всяких процессов где пыль тоже может накапливаться процесс это все численные расчеты я про него ничего не буду говорить Это сложно. Есть второй путь, забыть про сложную динамику газового диска, а пока считать, что вообще он ламинарный. Но при этом все равно получить неустойчивость задолго до того, как полевой субдиск станет неустойчивым по джинсу. Как это делается? Это делается рассмотрением газополевой среды как двухкомпонентной жидкости. То есть пульс считается тоже жидкостью, только без давления. И второй главный момент, что мы не только учитываем действие газа на пыль, скучивание пыли в областях максимум давлений газовых, это действие газа на пыль. Но мы еще здесь, что важно принципиально, учитываем обратное действие пыли на газ. Как правило, этим можно пренебречь просто потому, что у вас в изначально молодом предприятном диске массовая доля пыли малая. Я здесь буду обычно брать процент, вначале процент мы всегда берем, потом, значит, когда у вас пыль оседает, мы уже побольше. Но это заметно меньше единицы. Можно пренебречь. Но помимо того, что пыль, для нее нужно поменять, правда? Это, естественно, все равно. И речь, когда я говорю пыль, я говорю еще и о льдинках, которые за снеговую линию. А это у вас, конечно же, линия. Фактор 4. Да, согласен, конечно. Это важная вещь. То есть пыли за снеговой линией гораздо больше. Это может быть 4%. Но все равно это мало. И это учет обратного влияния пыли на газ. Это все-таки второстепенная вещь. Но здесь мне это очень важно. Значит, вот уравнение я сразу покажу. В самом общем виде. Уже костная модель. То есть это два уравнения неразрывности. Закон сохранения количества вещества для пыли и для газа. Индекс МП это пыль. Индекс Г это газ. Ну и уравнение Эйлера. То есть второй закон бетона бесплошной среды. И значит, они имеют стандартный вид. Последнее уравнение для газа. Первое уравнение для пыли. И вы включаете просто силу взаимного сцепления между этими жидкостями. Это аэродинамическая сила. То есть она действует по закону бетона. Значит, у вас на пылинку действует сила сопротивления газа. Но и наоборот. Пылинка вам действует на газ этой же силой. Только с обратного знака. Это свободный параметр. Сейчас скажу. Значит, знаки здесь противоположные. Все нормально. Смотрите, закон не то на работе. Стоп свободный параметр. Сейчас какой? Да, вот значит, да. Важно, что эта сила, да, вот она, она вот так параметризуется. Это удобный вариант. Потому что у вас в числителе стоит относительная скорость между полевой компонентой и газовой. А в нетле стоит некое характерное время, вот если вы взяли потольщийся газ, придали какой-то пылинке начальную скорость, за какое время эта пылинка затормозится. Это вот оно и есть. Представьтесь, что это время растет с размером твердой этой частицы. Значит, чтобы можно было ориентироваться, сразу скажу, что для характерных параметров протополятных дисков вот это вот время в единицах кептеровской частоты на данном радиусе, оно порядка единицы, когда, в смысле, то есть оно порядка, собственно, кептеровского времени для размеров, значит, сантиметра. Вот на радиусе орбиты Земли, если вы взяли, представьте себе проповедный диск, запустили там этот камешек, то он затормозится всего лишь через губ. Диски это разреженные, газовые диски разреженные объекты. Вот. Более мелкие частицы микронные пылинки, они, конечно, гораздо быстрее, гораздо быстрее тормозятся. Соответственно, вот я просто буду оперировать с таким параметром задачи, как вот это вот Т100, время торможения частицы, в безразмерных единицах, в единицах кептеровской частоты. Я буду брать там одну десятую просто. А, скажи, пожалуйста, Т100 может быть функция отношений с кептеровской частоты? Может быть. Все, конечно, может быть. В этих задачах пока это берется, естественно. Параметр свободный, конечно. Тут не та стадия, когда, значит, надо уже копаться в деталях. Так, я пропущу, наверное, объяснение. Я уже частично сказал, значит, вот, тут некая иллюстрация. Люди пытались понять, значит, что мы первым образом увидели. Вот в этой работе, да, это нужно где-то сказать, Людин Гудман. Это первая работа, посвященная вот такой вот неустойчивости, когда вы учитываете обратное влияние газа на пыль. Назвали они ее пучковой неустойчивость. Значит, я внимательно посмотрел, потому что мне было это важно, в эту работу. Значит, они просто заглянули в монографию Спитцера. И, значит, ну, там, о чем в этой монографии часто все говорится, что есть электронные пучки, которые в плазме, взаимодействии с плазмой, есть вот эта известная пучковая неустойчивость. То есть возмущение объемного заряда в электронном пучке растут со временем за счет взаимодействия с плазменными колебаниями. Это известный результат. И они назвали так же, вот, мол, у нас пуль тоже течет. И это тоже будет стремление нестабилити. Но дальше они задачу решили. Они взяли эти уравнения, сделали теорию возмущений, математическую, получили дискуссионное. Это все осмотрится локально в диске. То есть это у вас просто система уравнения, стояная коэффициентами, у вас просто алгебраическое уравнение шестой степени. Ну, в самом общем случае, девяр. Решается численно, очень просто, и вы получаете некую неустойчивость. Значит, в неком пределе они получили даже аналитическое значение, для инкремента, которая, вот сейчас я это понимаю, на самом деле неправильная. То есть оно как бы взято в следующем порядке, здесь выкинуты более ведущие члены. Я об этом сегодня вообще не буду говорить. Вот. Значит, и задачу они решали для частного случая, что еще важно сказать, для частного случая, когда у вас нет оседания пыли. Значит, пучковая неустойчивость, еще раз, почему? Потому что у вас пыль движется относительно газа. Газ у вас локально, когда у вас зависит диск, покоится. То есть вы сели в диск, вы вращаетесь вместе с диском. Вот. Газ находится по вертикали в состоянии гидростатического равновесия. И если вы вращаетесь, он находится в состоянии равновесия и по радиусу тоже. Да? А пылинки движутся. Они могут оседать, могут дрейфовать по радиусу. Вот, значит, здесь... У пылинок ближе к Кеплеру скорость вращения. Да, да, да. В этом все дело. Да, 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 да. Значит, поэтому они сразу пропустили стадию оседания пыли, более ранее. Сказали, что пыль уже вся находится в этом тонком субдиске. Но дрейф радиальный здесь уже существенный. И они выключили вертикальную скорость пыли, рассматривали только дрейф пыли. Вот, и получили, значит, эту неустойчивость именно в таком, в таком пределе. Но оказалось, на самом деле, значит, какой вот шаг был сделан. И меня спровоцировала именно эта работа. Вот она вышла буквально год назад. Значит, вот эти вот два человека, значит, они работали еще в Калтихе. Значит, сделали тоже в локальном продвижении хорошую аналитическую работу. Где включили оседание пыли? Не только дрейф, но и оседание пыли. Вот, значит, есть, вот если я возьму те верхние уравнения, которые я написал, да, аккуратненько напишу их в этой локальной системе отчета, которая возвращается вместе с газом, да, включу пыль, включу обратное воздействие пыли на газ и так далее. Значит, вот рассмотрю масштабы возмущения, много меньше, чем плач на дисках. Вот, и вот эта вот буковка Ф появляется, это массовая доля пыли, да, 1%. Вот она будет дальше все время здесь фигурировать. Но оказывается, что стационарное решение этих уравнений очень простое. Значит, просто, грубо говоря, газ покоится, пыль движется. Значит, вот здесь я, да, рассматриваю случай, когда чисто радиальный дрейф. Так, к сожалению, указка уже не работает. А нет указочек? Чтобы очень быстро садиться батарейка. Спасибо. Получше видно. Да, это вот случай чисто радиального дрейфа, вот это вот скорость пыли. И объемные плотности газа пыли просто равны констате, локальной. Вот, и такой фон вы можете возмутить, взять возмущение, вот Эйлеру возмущение всех ваших величин, это давление. Значит, здесь считается, что газ всегда несжимаемая, поэтому возмущений плотности газа нету. Но есть возмущение плотности пыли. И дальше есть возмущение поля скоростей газа, пыли, да, и все это дело, значит, вы представляете в виде фури гармоники. Значит, и частота ОМИГ у вас может быть комплексной, выучить неустойчивость. Мнимая часть частоты это ваша цель. Это то, что здесь на графике отображено. Для случая радиального грифа без заседания, повторяю. Значит, важно помнить, что в такой задаче, значит, у вас есть... А эти возмущения очень симметричны для простоты. То есть, значит, и локально мы, что я еще не сказал, рассматриваем, значит, у вас радиальное направление это Х, здесь вертикальное направление Z, а азимутальное Y. Вот Y у вас в зависимости от направления по Y по FI нет. Здесь только два волновых числа. КХ и КЗ. Ну и полное волновое число, это вот, естественно, сумма квадратов, корень из суммы квадратов, хотя бы двух волновых чисел. Вот мы по горизонтальной оси отложили, значит, ну, первое подвижение, это просто волновое число. Вот слева направо длина волны возмущения падает, да, волновое число растет. А здесь мы откладываем инкремент неустойчивость, то есть скорость роста, экспоненциального роста возмущения. Ну, нас интересует, естественно, возмущение пыли. Нам хочется, чтобы это значение плотности пыли достигло этих значений, которые включат вам самогравитацию. Это главная цель физическая. Вот, и, значит, что они нашли? Они нашли, что инкремент, это вот численные, опять же, кривые, а крестики, это вот аналитическая некая формула. Значит, важно, что этот инкремент, они получили, что он пропорционален корню из F, корню из доли пыли. И еще пропорционален как раз времени торможения пылинки. Вот ТАУ, это то самое безразмерное время, которое характеризует размер пылинки. На самом деле. Вот, и я здесь первый, я просто пока делаю большой обзор, получается, не быстро, а вот, скажем, ситуации, да, что было до моей работы. Значит, вот я вижу первое противоречие. Здесь люди получили аналитические, что инкремент пропорционален массовой фракции куба. Да, и, ну, здесь, значит, стоит время торможения в кубе, а на самом деле надо читать первую степень, потому что две степени от тестов мы можем убрать. Я не буду этого касаться, это на самом деле так. Вот, но главное, что, вот я когда занимался этой задачей, я совершенно сначала решил понять, почему здесь у них пропорциональная F, а здесь пропорциональная корня из F, хотя задача та же самая. И ответ на этот вопрос у меня как бы уже есть, но я сегодня, опять же, не буду рассказывать. Я сегодня буду рассказывать свои результаты только по вертикальному оседанию пыли, это проще оказалось. Вот, ну вот, да, значит, здесь я про это сказал. Значит, важно, что вот эта вот неустойчивость, в этом как бы они совпали, да, и Юдин с Гудманом, которые первые решили эту задачу, и вот, значит, последователи недавние, они совпали в том, что инкремент резко падает, когда вы переходите к пылинкам меньшего размера. И на самом деле, эту неустойчивость, этот тип неустойчивости за счет радиального дрейфа уже смотрели в симуляциях на неверной стадии, и это была главная проблема. Из-за того, что эта неустойчивость падает, когда вы переходите к пылинкам малого размера, значит, на неустойчивости это не развивается в достаточный контраст плотности, и вы не получаете самогравитацию. И там приходилось подкручивать как раз химсостав, и был такой общий вывод, что эта неустойчивость работает на образовании по айтизимали только в сверхсолнечных дисках, то есть в которых металлов больше в несколько раз, чем в солнечных химсоставах. И это, в общем, нехороший был звоночек. Вот, и, ну, значит, в чем хорошее, большое достижение... ...экземмонеты открытого розеяда с большими... ...земоги... ...больше. ...вообще не открытого розеяда... ...я не знаю, честно говоря. Есть крыльяция. Ну, крыльяция, да. Чем больше пилеет мягко, тем более... Да, да, да. Но, так сказать, есть и планеты в дисках с солнечным составом, значит, их бы не было вообще, значит, механизмы бы работали. А в симуляциях мы не видим, что он работает вообще. Вот. И, значит, вот эти ребята, в чем их достижение, что они просто не побоялись взять и включить. Ясно, что это посложнее. Включить оседание пыли. То есть посмотреть более раннюю задачу. Я подозреваю, что вот Юдин Гудмана и прочие тогда этого не сделали, потому что, если смотреть по чисто техническим причинам, если смотреть задачу глобально, да, то есть как бы брать весь диск, то это фоновое решение у вас нестационарное. То есть у вас пыль оседает, и со временем растет фоновое значение пыли. И вам нужно на таком временезависимом фоне еще рассмотреть герамику возмущения. И люди просто не брали за это дело. На самом деле, если вы локально смотрите задачу, вот в таком вот кубике, который гораздо много меньше, что ли, причине самого диска, можно считать, что времена короткие, и у вас фон стационарный. Это вот решение стационарное. Можно решать задачу простой техникой, всем известно, да, когда у вас есть просто фурье гармоника. И вот они сразу же получили другой результат. Они получили, что инкремент не зависит от размера пылинки. Это максимальная мощная инкремента. И она просто пропорциональна корню из массовой доли пыли. И вы получаете большие значения инкрементов. То есть для фракции пыли 10%, вы получаете десятки, 0,1, 0,2, заметную долю. То есть инкремент почти что порядка кипровской частоты. И вот что. А это решает проблему радиального дрейфа. Вам нужно, я как-то, что я все начал, вам нужно успеть образовать плане антизимарий неким коллективным процессом за время, которое короче, чем характерное время сноса пыли на звезды. Вот. Так, значит, ну и вот еще, плюс еще один результат для более-менее общей картины, тоже их результат. Они получили, что в пределе больших волновых чисел в общем случае, когда у вас есть и вертикальное оседание, вот это вот, то есть скорость пыли, вот здесь видно, то есть есть компоненты вертикальной гравитации, да, которые вам включают вертикальные оседания, есть компоненты радиальной гравитации, которые включают радиальный дрейф. Вот в общем случае, когда есть и то, и другое, они увидели у себя и в аналитике, и в численном расчете, вот неограниченный рост инкремента. Ну, ясно, что он с учетом вязкости будет как-то обрубаться, но интересный тоже результат новый и мне тоже удалось его объяснить тут получилась совершенно другая зависимость от этих главных свободных параметров от доли пыли F получился не корень, а куб кубический кубический корень получился и от времени торможения пылинки тоже кубический корень и про это я могу вам ждать один доклад попозже сами они никак это не объясняли я вот про эту ситуацию буду сейчас говорить дальше попробую быстрее, что мне удалось сказать нового уравнение, которое я решаю вот припринт который я выложил весной это локальные уравнения газопылевой смеси в которых я стартую я уже показывал, они здесь просто немножко по другому записаны как раз в этой самой малой области в этом ящике когда у вас еще раз область возмущения много меньше плачного диска поэтому у вас соответственно вихревая динамика газа только присутствует значит здесь просто почему так сложно выглядит потому что для простоты подставлено некое реперное решение вот эта вот скорость чисто азимутальная которая соответствует просто стационарному решению когда у вас газовый диск движется без пыли вот этот вот Q это сдвиговый поток и это Q это кетеровское значение берем 3 вторых я делаю в общем виде потому что есть области в диском виде это поотвещается от 3 вторых на всякий случай но как правило это 3 вторых очень близко к кетеру вот значит и что я делаю я перехожу здесь это стандартный прием на самом деле если у вас доля пули мала удобно перейти к средневзвешенной скорости движения газопылевой смеси вот суммарная плотность это ρ со шляпкой это суммарная плотность газа и пыли значит важный факт следующий что эти сложные уравнения можно сильно упростить если вы вот два этих упрощающих предположения ведете что у вас пылинки маленького размера то есть время торможения много меньше чем кетеровское время пылинка на радиочной орбитой земле останавливается гораздо быстрее чем за год и второе предположение это возмущение должно быть достаточно длинноволновое есть некая вот такая характерная комбинация характерной длина волны завязанная на эффективную гравитацию локальную в нашем диске ниже которой вы не можете опускаться иначе вам нужно будет тянуть остальные члены если это выполняется то вы сильно упрощите уравнение называется это приближение предельной скорости по-английски звучит вот так первое уравнение это собственно для средневзвешенной скорости вы записываете и оно очень похоже на обычное уравнение для газовой динамики кроме того что вот здесь стоит суммарная плотность отличие косметически на самом деле конечно очень сложно усложняет весьма решение задачи но на первой это стало проще и второе уравнение для относительной скорости вот V большое это относительная скорость между газом и пылью вот оно сильно упрощается очень это просто означает физически что у вас пылинки настолько малы что при изменении скорости газовой среды пылинки откликаются мгновенно на это изменение и у вас всегда пылинка движется с некоторой равновесной скоростью относительно газа которая вот дается просто градиентам давления в газовой среде вот да ну и значит я считаю что фракция пыли много меньше единицы вот у меня фоновое решение я решаю уравнение значит для случая совместного оседания радиального дрифа простое решение значит вот относительная скорость фактически это скорость оседания пыли потому что газ практически покоится можно считать вот дальше я записываю уравнение для возмущения и подставляю сюда это фоновое решение уравнение для возмущения получаются вот такие вот исходные значит здесь вот три уравнения это у малого это скорость среднеизвешенная скорость газа мы берем от нее возмущение то есть у малого это эллерово возмущение среднеизвешенной скорости газа и первых три уравнения опять же напоминают уравнение на малые возмущения локальные малые возмущения в газовом диске кто работал с возмущением в диске Николай Иванович много работал с очень хорошо знакомыми с этими уравнениями кроме того, что здесь добавлены в правые части это W, это просто возмущение горнет давления возмущение тальпии, неважно это давление по сути а дальше вы добавляете еще воздействие пыли на газ, это важное добавление за счет которого возникает неустойчивость вот два у меня слагаемых в радиальной проекции и в вертикальной проекции уравнение на возмущение еще вы добавляете во-первых, можно сказать, что вы накладываете еще бездивергентность движения на самом деле для У уже не строго, дивергенция равна нулю дивергенция нулевая для газовой скорости есть не строго, есть некие малые добавки но они все пропорциональны произведению F на Tau значит, в первом пределе можно кинуть если их тянуть, то там еще появляется хвост неустойчивости до которых я бы еще не добрался то есть задача очень богатая на самом деле бы теоретикой моей сферы гораздо богаче, чем газовые все наши вещи, с которыми мы привыкли дело вот, и еще одно уравнение это на относительное возмущение пылевой среды это просто относительное возмущение объемной плотности пыли то есть телеровое возмущение объемной плотности пыли делить на фоновое значение это вот дельт для него отдельное уравнение значит, эту систему решали вот все те люди, о которых я сказал вот, но значит, решали формально То есть подставляли сюда фурьегормонику, получали кубическую уровню на частоту, выписывали в разных пределах решение. И мне кажется, что они не видели на самом деле структуру нужного уровня, конечно, почувствовать, чтобы увидеть именно физическое происхождение неустойчивости. А я хочу раскрыть, почему откуда берутся вот эти кривые инкременты. Вот, и я так посидел, подумал, значит, ты попробовал, что сделать. Я знаю, что если брать эту среду без пыли, да, локально, то здесь, поскольку она вращается, здесь вот стоит сила Криолиса, это вращающаяся среда. В вращающемся газе, локально это просто предотвратительное вращение, есть инерционные углы. Значит, открываешь Христоматий Ландау-Люшица, значит, и там в Шестомтоме читаешь, что когда вы решаете такую задачу на возмущение, и чтобы получить дисперсионное уравнение для инерционных углов, вы должны перейти к завихренности, это ротор скорости. Вот, и таким образом вы просто вращаете уравнение и избавляетесь от W, от энтерпии. Это как бы не нужно. Вот, и я попытался проделать то же самое для более вот этого общего случая. Вот, значит, оказывается, что если взять... На самом деле здесь тоже есть отдельная хитрость, такая чисто математическая. Здесь не получается записать просто для компонентов завихренности уравнения, я беру вот некие части от завихренности. Вот такие, это производные от скорости по Z, от UY и UX. Ну, неважно. Да, значит, и я, иначе не получается. Вот я прихожу к такой заменой, вот к такой системе уравнений, и она гораздо более понятно выглядит для меня, чем вот прежняя. И такую систему никто не записывал для газополевой смеси. Значит, здесь есть, еще раз, три уравнения для газа, вот они, первые три. Есть одно уравнение на пыль. Когда вы вот эти вот красные слагаемые вычеркиваете, эта система уравнений разделяется. У вас есть отдельная динамика газа и отдельная динамика пыли. Вот, когда вы включаете в уравнение для пыли вот это вот слагаемое, где стоит газовая переменная, вы включаете воздействие газа на пыль. То есть вы включаете вот эти процессы скучивания пыли в максимумах давления, в эндосиклонических пехолях и так далее. А когда вы включаете верхнее красное слагаемое, вы включаете действие пыли на газ. Вот, и вместе, сейчас я запишу дисперсионное уравнение, алгебраическое отсюда, и я увижу, что вот эти вот произведения двух этих слагаемых для фурьер-мод, они дадут мне однородный член в дисперсионном уравнении, за счет которого я и получу неустойчивость. И язык будет понятный. Я поэтому решил специально подчеркнуть, что вроде бы техника, но на самом деле можно физику увидеть, если правильно записать в правильных переменных уравнений. Значит, вот мое дисперсионное уравнение. Выглядит очень просто. Есть некая часть, которая описывает вот эти вот инерционные волны в газе, есть отдельная часть, которая описывает некую чисто полевую моду, куда входят только полевые вот эти вот переменные. Есть та самая вот эта вот неоднородная часть, которая отвечает на самом деле, как становится ясно, за взаимодействие. Можно говорить, что за счет нее, в этой правой части, происходит взаимодействие между инерционной волной, которая описывает с этим дисперсионным соотношением, и полевой волной, которая описывает с этим дисперсионным соотношением. Вот они в явном виде, вот для газа это инерционное дисперсионное соотношение. Вот омега-ай, от слова умершего, я не знаю, вот оно, значит, выглядит в следующем образом. Это то, что я знаю из Вандау Левшица. А это то, что я получил, когда вот перешел от той системы уравнений. Вот я получил, что полевая моя мода, для нее дисперсионка выглядит вот таким образом. Это просто, значит, чистота, собственно, чистота этой моды. Это есть вот такая вот величина. И физически это просто, что вы сделали? Вы взяли газопылевую среду, газ вы не возмущаете вообще, у вас нет ни инерционных вол, ничего. А вы просто взяли и в какой-то момент времени наложили объемное возмущение плотности пыли. И эти объемные возмущения сносятся вот этим течением пыли. Фоновое решение, да, у вас есть дрейф пыли. Есть аптекальное оседание и радиальный дрейф. И этот крупномасштабный поток пыли сносит эти возмущения. Происходит адрекция возмущения. Вот о чем говорит это дисперсионное соотношение. Но если вы включаете полную динамику, взаимодействие газа вместе с пылью, включаете эту правую часть, то естественно эта мода уже модифицируется. Каким-то сложным образом. Там появляется возмущение газа и так далее. Эта ветка, она сильно исказится. Сейчас я покажу как. Но пока эпсилон равно нулю, пока вы пренебрегаете взаимодействием газа и пыли, у вас есть, вот я повторяю отдельно, инерционная волна и полевая волна. Вот. И неустойчивость, собственно говоря, связанная в том случае с вертикальным оседанием, дальше я говорю про вертикальное оседание, связанное с резонансом. То есть вам нужно, чтобы получить неустойчивость, вам нужно запустить инерционную волну с некой частотой и полевую волну, и чтобы у этой полевой волны была та же самая частота. Как только совпадают у них частоты и пазловые скорости, вы сразу получите неустойчивость. То есть это резонансная неустойчивость. И почему мне было легко сразу дальше здесь раскрутить эту тему, потому что я знал, этот прием как бы он известен из гидродинамики и из плазмы физики. Я начинал с того, что в работе Юдина Гудмана, значит, на составе Фаспитсера, вот, об этой пучковой неустойчивости плазмы. И когда я стал смотреть, когда я увидел диспенсионное уравнение, стал смотреть монографию по плазме ранее, я поразился. То есть там вот такое резонансное взаимодействие, вот это возмущение в электронном пучке с электронными колебаниями в плазме, они описываются почти что теми же самыми уравнениями. Надо подставить только одно объемное пункт смеси в другую. Вот. И вне дико, почему это не сделали люди, которые как бы решали довольно формально эту несложную по сути задачу. Но на самом деле, чтобы показать все-таки вот этот результат, когда я провел параллель с плазменной физикой, мне нужно было сделать еще одну важную вещь. Сейчас я покажу именно графики, и после этого я сразу скажу про важную вещь. О чем? Известно, что аналогичные взаимодействия, аналогичные неустойчивости плазменной физики и гипродинамики, они происходят только если у вас взаимодействующие моды обладают энергией разных знаков. У вас одна мода. Называется спаривание мод. Значит, у вас одна мода должна обладать положительной энергией, а другая отрицательной. В этом случае, и только в этом случае, происходит международное сцепление, и происходит обмен энергией. И в чем смысл? Общая энергия системы сохраняется, а за счет того, что у вас есть колебания с отрицательной энергией, вы можете, забирая у него энергию и передавая эту энергию моде с положительной энергией, вы можете амплитуду неограниченно раскручивать, при этом удовлетворяя закон сохранения энергии. А что значит вода с тридцательной физической смыслом? Вот, значит, физический смысл... Ну, это получается математически, во-первых. Оказывается, что в нервно-версных средах, в средах, где у вас сложное фоновое течение, когда у вас, допустим, сдвиговый поток, или, как в данном случае, у вас есть течение одной жидкости относительно другой, вы наложили возмущение, посчитали аккуратно энергию, и вы получаете, что она знака переменного. Это чисто математическая сторона дела. Физически обычно говорят так, что если у вас есть возмущение с отрицательной энергией, это означает, что вы сначала посчитали честную энергию невозмущенного своего решения потока, дальше наложили эти свои возмущения, посчитали полную энергию возмущенного потока, и она оказалась меньше, чем исходная энергия. Можно ничего не знать про возмущение, если так сделать вот я эту энергию считал сразу скажу что у меня полевая мода оказалась обладает отрицательной энергией я считал следующую андросекару из общего принципа симметрия системы относительно двигов по времени берется лагранжев вариационный подход к гидродинамике возмущений и оттуда сейчас я покажу эти выражения они известны всем здесь нет энергии гидродинамик здесь нет энергии гидродинамик нет не связано на самом деле видно что за счет того что у вас у вас есть кинетика движения полевого потока через газ вы оттуда черпаете энергию то есть у вас в вашей системе отчета где я рассматриваю задачу у вас газ покроется а полевой поток движется у полевого потока есть движение есть кинетическая энергия и вы эту кинетическую энергию берете трансформируете ее как бы в отрицательную энергию этой полевой моды ну это естественно это непростая вещь я говорю чисто об аналогии но как бы наука это все-таки интерпретация поэтому мне кажется это ценный результат значит здесь я просто показал что я показал если мы замуляем временно массовую долю пыли я просто рисую вот эти вот две дисперсионные кривые которые я сейчас обсуждал вот отдельно DG и DP я нарисовал значит зелененьким это инерционные мои моды а красная прямая линия это полевая мода это просто значит то есть дисперсионная кривая по горизонтальной оси у вас в данном случае радиальное волновое число а здесь я отложил со знаком минус частоту вот я просто хотел показать что я сейчас покажу решение для случая когда вот я беру стриховую кривую красную то есть если я занулю это видно вот если я здесь зануляю что я делаю я зануляю радиальную эффективную гравитацию и рассматриваю только оседание пыли и видно что это просто в данном случае будет констант то есть горизонтальная линия и вот у меня есть что я хотел здесь сказать что у меня есть пересечение дисперсионных кривых и именно в местах пересечения дисперсионных кривых красный и зеленый при учете обратного воздействия пыли на газ возникают эти области взаимодействия возникает инкремент возникает неустойчивость вот и в случае когда есть только оседание пыли красная кривая горизонтально картина довольно простая да я в принципе рассматриваю только один корень вот то если я включаю еще радиальный дрейф о котором я сегодня не буду рассказывать то я получаю четыре решения в общем случае вот и оказалось что вот всю эту сложную картину которую год назад вот Сквайер и Хопкинс получили просто формально решать специальное уравнение вот можно на этом языке спаривания мод с энергии разных знаков объяснить вот про это можно сделать отдельный доклад пока я рассказываю только про одно пересечение вот в этой области просто вот сейчас я прям показываю значит вот я беру крупным планом да пересечение этих кривых вот тут вот и значит вот смотрю это у меня АФ наверху неправильно написано АФ равно нулю здесь вот я смотрю верхний график это реальная часть частоты да ну просто фазовая скорость нижний график это инкремент темп роста амплитуда значит пока нету пыли в смысле пока я выключил я занулил а здесь ноль нет неустойчивости но есть вот как бы резонансная частота и вот я включаю вот всего 1% я включил и я получил да 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 я получил самая кандидатская ситуация сыграла значит я сразу даже при 1% получаю вот сколько 5% да при 1% пыли я уже получаю достаточно существенный инкремент этот инкремент гораздо больше на самом деле то есть чем работали в случае чисто радиального дрейфа вот бюдинг-гудинг 2005 год это вот как бы новости им 1 год этому решению еще раз оседание пыли это означает что дисперсия уменьшает склад энергии уходим да из пыли здесь не так не проявляется дисперсия все-таки это если у вас но оседание то есть главное что происходит перезамыкание этих дисперсионных ветвей у вас появляется некая область где в новом решении фазовые скорости строго равны друг другу то есть до этого у вас была одна точка вот а теперь у вас целый вот отрезочек и в нем вы имеете неустойчивость значит красная ветка это вот полевая мода искользившаяся вот и что я сделал я посчитал как раз вот энергию строго посчитал энергию просто следует альминьотом для возмущения это отдельно тоже красивая теория как посчитать строго вот для таких сложных систем для таких сложных возмущений и как посчитать энергию импульс волны да угловой момент и так далее вот вот сейчас просто да так наверное я пропущу этот слайд я уже сказал на самом деле все главные слова это просто еще раз вот иллюстрация того что вам необходимо чтобы получить инкремент вам необходима энергия разных знаков то есть чисто математически оказывается что для моды знак энергии совпадает вот со знаком такой комбинации вот это все как-то делается вот первая работа в гидродинамике очень важная работа для меня была вот этого вот автора Киернс 79-й год он вот таким образом интерпретировал классическую килинг-гинкольственную устойчивость когда у вас есть конденциальный разрыв там тоже можно то есть можно формально получить решение неустойчивости а можно объяснить что у вас есть 2-валный поток так называемый на разрезе метроизости который обладает энергия равных знаков они спариваются вот и оттуда я просто взял этот прием и оказалась да похожая очень вещь значит и вот как считается энергия вот Галя спрашивала вот я записываю действия и лагранжиан мне нужно было имея уравнение вот тех переменах которые я показал абсолютно лагранжиан вот это в общем если бы нужно просто сообразить потому что никакой техники нету я так понимаю что я смотрел литературу я так понимаю что если у вас есть система уравнений вовсе это не означает что есть соответствующий принцип действия в общем случае это не работает и вот для оседания удалось записать вот такого общего лагранжиан для возмущения общего вида даже не переходя к фуре гармоникам дальше я считаю энергию по стандартной в этой формуле которую мы еще в теории и нечем вот и получается вот такое красивое выражение вообще для какого либо это уже для фуре гармоники любой инерционной искаженной волны искаженной взаимодействием газа и пыли или пылевой моды искаженной взаимодействием вместе с газом неважно если вы знаете частоту этой моды сопоставляете и смотрите значение энергии точнее это плотность энергии данной просто показываю как результат работы и вот это вот если я рисую это увлечено вот я получаю что здесь нужно посмотреть наверное на эти более узкие кривые ну неважно для двух разных значений F процент и 10% на 10% пошире вот эта улица неустойчивости там где есть неустойчивость у вас эта каноническая энергия вся зануляется называется каноническая энергия я сейчас покажу ссылки где люди использовали эту концепцию тоже вот я вижу что пока не занулились пока они как бы не спарились между собой у них разные знаки энергии вот эта вот инерционная мода она положительную энергию имеет а эта полевая метатрицательная вот а здесь похоже что-то не отобразились у меня ссылки ну ладно не страшно по-моему я почти закончил что-то я еще хотел сказать ну все да уже забыл поезд ушел просто выводы значит вот еще раз значит важно понимать что вот есть такая мода возмущений как простая полевая волна когда нет возмущений в газе но есть возмущения в этом потоке пыли вот пока вы пренебрегаете возмущением пыли с газом это тривиальное решение просто адвекция полевых возмущений вот как только вы включаете взаимодействие пыли с газом и вот сидев в системе отсчета газовой среды вы получаете что значит пылевая волна приобретает отрицательную энергию. И, собственно, это делает... Дальше я применяю просто уже известный язык из физики плазмы, из физики гидронических возмущений. Я вижу, что это делает возможным спаривание полевой волны и эдакционной волны друг с другом. И это порождает неустойчивость. То есть рождается пара растущей и затухающей газа полевых морд. И последнее, значит, вот это тоже я уже проверял частично, значит, если у вас есть в среде модуль с отрицательной энергией, есть ряд важных следствий для дальнейшей физики, если дальше смотреть все это. Значит, первое, это даже безотносительно к спариванию с модулями, если у вас просто есть одна полевая мода, то в случае, когда вы учитываете диссипацию в системе, допустим, если у вас вспомнить, что газовый диск турбулентный, да, это может приводить к некой эффективной вязкости. То, скорее всего, эта полевая мода за счет этой диссипации тоже будет становиться неустойчивой. Даже в тех областях, где нет вот этого спаривания. И это я уже проверил, и на самом деле, вот именно с этого начинается работать. Вот, то есть, оказывается, что если вы включаете вязкость еще в эту динамику возмущения, то у вас инкремент появится даже вот здесь вот. То есть, вы вводите вязкость, а появляется неустойчивость. Вот что, как бы, может мода с этой энергией. Но физическая энергия извлекается из кинетической энергии общего полевого потока. И это будет, я думаю, работать по этому диску. Потому что там есть турбулентность, и в каком-то пределе это будет работать. Есть еще радиативная неустойчивость. Если вы допускаете уход этих волн на бесконечность, там они уносят энергию, и тоже появляется неустойчивость. То есть, любой отбор энергии у мода с отрицательной энергией приведет вам к росту амплитубы. И последнее, но это вот совсем как бы то, что я просто подчеркнул из обзоров по физике плазмы. Есть так называемая взрывная неустойчивость. То есть, такая неустойчивость, там взаимодействуют три моды, одна из которых с отрицательной энергией, и оказывается, что инкременты, это нужно уже учитывать конечную амплитуду, то есть, не линии сводить. И инкремент может расти до бесконечности, то есть, амплитуда будет расти до бесконечности до конечного времени. Рано в инстабилите. Это нужно все проверять. Вот такие перспективы. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Вопрос такой же. Все же, значит, если это в этой инкремитации здесь само в сфере важно, то, когда уже такое в ровной речи у нас появляется там, не знаю, как планет, атмосфера в привык будет на Марс и на Марс еще где-то. Мы не знаем, что есть крылья, газ, есть демь, есть опасения. Есть относительное движение. Вот что у нас здесь физическая атмосфера как произойдет? Не знаю. Но эта идея, потому что это можно все обобщать, она как раз была использована вот этими авторами Сделай Купринс. В прошлом году там вышли серия церапазуре с одним и тем же формализмом. Ну вот они по-другому они применили к метрам и гигантству, когда у вас есть пыль. Там случаи, когда стратификации рассматриваются. Еще они рассматривали случаи замагничества. Когда у вас есть магнитно-звуковые волны, вы подставляете их вместо эдерционных и вы получаете все вот эти спаривания. То есть это можно смотреть. Охрана в земной отношении нельзя. Еще? Во-первых, я бы хочу сказать, что все-таки тут именно в том, например, из округлого. Потому что в том, чтобы у него виноват в какой-то случай у него рассматривалось, если дисперсия превышает некоторое значение птицки, то птиц будет источен относительно боеподобный мод. вот главная идея этого года. А у Санкт-Плановича что-то другое. Это, во-первых, все это хорошо, вот вы как раз уже рассказываете, все. Все-таки вызывает сомнения некоторое отсутствие учета гравитации. Потому что дрейф, пыль в гравитационной поле приведет к изменению гравитационной энергии. Это приведет к нагреву газа, потому что диск станет термодинамическим неодорожным. А устойчивость динамика такого термодинамического и термодинамического диска совсем другая. Более сомнения. По первому замечаю, я не говорил, что это совершенно античная задача, естественно. Но критерий Томра математически это будет очень похоже. физически это применено как разным системам. Ты начал с критерием Томры, там постоянная гравитация уже есть. Есть, да. А потом уже дальше, когда пыль и газ, значит, конечно, есть плазма. Есть идеальная плазма, когда у вас Дебаевский радиус существенно меньше, чем расстояние между частицами. И мы работаем, значит, вот. А есть всякие плазмные неустойчивости, большая сложная наука, где нет такого терминамического раввесия, нет понятия температуры и так далее. Но я хотел сказать, вот, возвращаясь опять к задаче пыль и газ, газ для себя идеально, пыль равняется МКТ. Конечно. Есть относительное движение пыли и газа, потому что у них разные дисперсии и есть относительное движение. Сейчас, секунду, значит, пыль, газ какой-то такой, однородный. А вот пыль, есть распределение пыли по скорости. Скорость почему? Вследствие. Унижение распределения пыли по массе всегда. Более массивная пыль, меньше здесь черси. Параметр колокол, постоянно. Мне так кажется, что очень интересно будет посмотреть, если газ этот паскальт, равняется МКТ, то пыль в принципе нужен. В смысле дисперсии есть относительное движение. Давление согласен, давление там равняется МКТ. Но дисперсия есть. И есть распределение по массам этой пыли. То есть вся может быть движение этой пыли по этой координате выхвылили в свой скоростей. Вы имеете в виду, что у вас кулынки одного размера, поэтому вы будете еще диспансировать. давление нет, но это не то давление, в котором мы, так сказать, как минимум надо выходить за рамки приближения определенной скорости, которую мы сказали. Я думаю, что то, о чем вы говорите, это уже понимаете. Еще раз, есть же звезды, там же тоже есть липсоиды скоростей, хотя давление как-то таковое. Ну как, там есть аналог давление, как раз теперь, а не таково же самое институтное. Нет, вот такого чистого давления, паскалевского, там, Ну, паскалевского, там, сголосовый, в случае звезды. Еще вопросы? Движение в самосоголосовом поле. Да. Вообще взаимодействие. Подожди, уже приняли? Нет. Ты уже послал, или нет? Ты уже был клиент, ты обещал еще послал, что на президента рамки на все по общече. Я послал для оседания. Смотрите, результаты. Мне написано, что Валавар говорит, вообще, пожалуйста, на еще я вспоминаю, я вспоминаю, кого я вспоминаю? Конечно, я вспоминаю Сафонова. Мы с ним много общались, он был оппонентом моей докторской инсертации, один из оппонентов докторской инсертации, с ним было интересно обсуждать. Другой человек, между прочим, Александр Цицын, как-то у нас когда еще буфет от внизу в этой комнате был, он мне говорит, что вот, Коль, значит, есть пылинки и есть газ, пылинки движутся относительно газа, потому что они более тяжелые, значит, есть некая вязкость, значит, в вашем диске может появиться турбулентность. Я говорю, наверное, может, погоди, это было очень давно. И потом, книжка у нас в отделе упакована лежит на столе, и там этот механизм обсуждается с ИСом, я о нем говорил много-много лет назад. Сейчас. Там есть. Я там впервые увидел опубликованный результат. На самом деле, у вас книжка Филаронтажа, да? С ИСом было интересно пообсуждать. Если у меня книжка, то я не понимаю. А? Мы с ним с ним сликнулись, конечно, с учетом того, что масса черной перерастет, конечное время необычное время. В общем, ладно, там какие-то интересные теологические вопросы. Я не выдержу. Конечно, время падения на шоу надет. Я виноват, он, конечно, старший, гораздо меня был, когда здесь это дело. Он сказал, он тоже. Ну да, но его считают, что-то неправильно. Ну ладно, давайте пока оставим эти вопросы. в общем, Слава, спасибо. на семинаре надо будет. Константин, как-нибудь на семинаре его еще. Когда примут? Хорошо. Ох. За что все? Ну, будешь один из первых у нас на семинаре сусловившим, конец, мы переделим. Давайте тоже на области. 6-10 сетей у нас. Ой, не надо. Я уже слышал на... Я уже слышал... На понедельник на семинаре вакансеры. Вакансеры. Но я, наверное, хорошо смотрю. Нет, он уже где-то выступал. То ли на столице Якова Ворища, то ли где-то веки, что-то такое, что у него там... Массы необыкновенно большие. А черные, черные, на изображении 87, черные, пожалуйста, веки уже свои очки и радиусы. М-87? Нет, М-80 тоже интересно. На меня произвела впечатление огромная яркостная температура, где-то примерно 6 на 10 девятый кельмин. Что это означает? Это означает, что там, скорее всего... Температура необыкновенно необыкновенно но... 6 на 10 это право комиссии. Еще один огонь. Так, это может быть и власть. Так, ладно, значит, это очень важная, интересная область. Давайте уже на сентябре сделаем. Нет, почему? Да, в конце июня. Нет, а, в смысле семинар, который... Значит, что... Дима будет готовить так. Колесников точно будет. Если еще кто-то... Да, ладно. Да, давайте. Значит, два доклада. Ну, чуть больше двух часов мы всем... оно было интересно. Два доклада, что ты видишь, получается, было интересно. Мы от вопросов... Все, полные, и не спешим. Все. Значит, конец июня, Да, перед уходом на пусках. Шестое заседание. Хорошо. Засов и Дима Калиста. Да, благодарю, что это... Да, все равно.